Павел Гейм Чанел Приветствую, смертные, неспытуемые товарищи и прочие. Знаете, самое сложное в подобных видео это начать начало. Ну, буквально, у тебя есть какие-то мысли насчет середины, каких-то отдельных моментов, но, зараза, как же тяжело бывает порой придумать начало. Ну да неважно, у нас давно ставшая традицией ежегодное видео, которое с прошлого года немного поменяло свой формат, объединив подкаст с итогами и склеечку на балконе. В общем, я решил и дальше следовать этой идее, ибо почему бы и нет. Про этот год, если честно, мне сказать особо нечего, но вроде как-то когда-ли появилась куча всякого раздобразия и очередное жесткое падение в лужу. В этом году мы отпраздновали юбилейчик, но в обратную сторону. Да, канал дожил до того, что теперь ежедневно от него отписывается какое-то количество по неведомым причинам. Я даже не знаю, что такого должно спотивировать людей массово, чтобы они побежали тыкать на кнопку отписки. Ну, либо эта краснотрубная помойка снова чудит. К сожалению, лучшей альтернативы на сегодняшний день нет, да и уходить я отсюда не хочу. Это почти как мой второй дом. Ну, так что продолжаем жить дальше, как ни в чем не бывало. Ну, вообще, давайте посмотрим, что за этот год вообще произошло. Если так подумать, он был насыщенный. В этом году я провел три конкурса. И еще один проводится сейчас. Ну, даже как три. Один как раз выпал на этот год, его завершающая часть. Новогодний конкурс картостроения. Потом у нас был конкурс трэш-карт Хигамы. Конкурс раз легендарный. Ни за что не забуду про этих оболтусов, у которых годовы с автоматами полный шок вызывают. Ну, и вот сейчас проводится конкурс головоломок, который, по идее, должен завершиться в начале 2024 года. Ну, обо всем немножко пройдемся по порядку. Что еще такого? В принципе, телега, большой упор в этом году я на нее делал. Я много контента туда всякого заливал. И вы, наверное, заметили, что, возможно, в последнее время я ее очень сильно форсю в своих видосах. Это, можете считать теперь, что это второй оставдой источник контента. То есть, YouTube и уже телега следом идет. Так что, ну, если хотите быть в курсе всего прям, то рекомендую подписаться. Ссылочка на телегу в описании к этому и ко всем остальным видео, которые я выкладываю. Ну, и плюс еще, кстати, на странице канала тоже ссылочка есть. Ну, там довольно прилично много информации. Все, что происходит, как бы сказать, не со мной, но в целом в жизни Варкрафта я стараюсь описывать там. Ну, разумеется, речь не только о конкурсах, речь о том, там, не знаю, что там с Хигамой происходит, с Хайвом происходит. Я в этом году умудрился поцапаться и с Хигамой, и с Хайвом. Да, это... в этом плане с Рачи, наверное, это был жесткий год. Что там у нас еще? Разумеется, патчи Варика я стороной абсолютно никак не обхожу. Постоянно какая инфа всплывает. Я сразу об этом там говорю, пишу свое экспертное мнение. Разные вкусные анонсики, сникпики и еще прочие инсайды, ну, которые даже если их нет, их тяжело на канале описывать. Да, есть вкладка «Сообщество», но это сомнительно. Она неудобная, туда вряд ли кто заглядывает. Плюс контент постоянно в ленте мешается вместе с видео и сообществом изредка. Ну, а телега в этом плане, наверное, попроще будет. Да и, в принципе, я привык. Хороший инструмент, который постоянно развивается и что-то новое туда добавляет. Просто невероятно гибкая штука в плане кастомизации. Единственное, что в последнее время в плане кастомизации требуют пребиум, который я... один из дебдоких, кто до последнего не покупает его. Либо, блин, платить за какие-то дурацкие фичи... Хотя, с другой стороны, есть один момент, который меня бесит. Это, блин, объем постов. Часто у меня бывают посты, которые выходят за пределы лимита телеги, и их вместе с фоткой не залить. Это кринж, конечно. У вас должен быть там пост на столько символов, иначе с фоточкой нельзя. И получится так, что у меня куча текстовых постов, которым можно было бы скриншот какой-то приложить или картиночку, а я не могу, потому что телеги премиума нужны. И то, даже если ты покупаешь премиум, это удвоение всего лишь лимитов. То есть, там, не знаю, должно что-то придить. Хотя, да, посты большие, куда еще больше, но такое вполне может быть. С другой стороны, это вынуждает тебя как-то там, не знаю, оптимизировать то, что ты пишешь, сокращать. Впрочем, с конкурсом головоломок это не помогло. Целых два поста пришлось выделить, чтобы вся инфа о конкурсе уместилась. Ну, о конкурсах, наверное, мы еще туда вернемся. Хотя, вообще, знаете, наверное, все-таки сейчас скажу, потому что я подумаю об этом заботу. Последний конкурс головоломок, у меня были мысли уже к этому времени какую-то страничку на эти сделать, веб-сайт, не знаю. Где, как раз, была бы система для участников, все было бы автоматизировано, цивильно. А то сейчас все через эти дебильные гугл-формы приходится делать. Но сейчас, к сожалению, никак, а так, я не знаю. Была бы система, где четко я могу связываться с этими участниками потенциальными. Сразу там одобрять их работы, не одобрять, связь оттуда держать. И там же объявлять победителей. А для всех остальных это потенциально такая историческая какая-нибудь сводка по конкурсам. Какие работы лучшие, что интересного, что сыграть. То есть, чтобы красиво было презентовано. Но, чтобы это сделать, надо, чтобы руки до этого доросли. Но, как я в самом начале видео это сказал, самое сложное дело это начать начало. И начать начало пока у меня не получилось. Так что, такая мысль откладывается до худших времен, как обычно. Правда, я не знаю, на сколько лучших времен это будет отложено. Но, не знаю. Но, в любом случае, когда-нибудь, я думаю, все-таки к этому приду. Потому что это, в любом случае, удобнее и практичнее, чем связываться с пользователями. Это по имейлам, когда можно автоматом с какой-то одной админочки отсылать везде, где ты хочешь. Там, не знаю, даже боту в телеге сделать, да? Если кому-то принципиально не хочется заходить на сад, чисто новости по конкурсу получать в телеге, да? Ну, много чего можно, на самом деле, придумать. Ну, ладненько. Давайте все-таки пройдемся, что в этом году у нас было вообще. Наверное, сначала я в целом как-то отдельно какие-то моменты затрону. А потом уже пройдемся непосредственно по моему каналу ютубовскому. Так, давайте по порядку. У меня пунктики записаны. Собственно, первое-наперло, наверное, начали вам все-таки с телега моего канала. Я завез дайджесты в свою делегу. Уже полгода где-то я их веду. Это ежемесячная подборка того, что выходила у меня в телеграме, включая новости различных авторов, мапмейкеров вариковского. Вариковского. Вы поняли, в общем-то. В общем, если там где-то в дискорде что-то интересное запопустили, тот же Азеро Трибор, например, да, я об этом сообщаю. Анонсировали какую-то новую кампанию на Хайве, я об этом пишу. Выпустили что-то интересное, я об этом пишу. Ну, вы поняли, да. Ко всему прочему, там иногда какие-то смешнявки проскакивают, еще какие-то срачики. Ну, в общем, вы поняли, да. Подборка самых интересных, горячих новостей, анонсов, релизов. Ну, конкретно по тому, что я постил у себя в Телеге за последний месяц. Собственно говоря, я надеюсь, что декабрь не станет исключением, потому что я немножко заранее это видео записываю, все-таки. Ну, надеюсь, не забуду. Что насчет ежегодных дайджестов? Нет, это вряд ли. Такое я делать не буду, потому что слишком уж, ребят, будет тяжело. Но, возможно, будет какой-то отдельный пост, где будут все выведены дайджесты за год текущий, чтобы не платить миллиард ссылок, потому что в конце каждого дайджеста у меня остаются ссылочки. Вот так вот. Ну, чтобы коротко посмотреть свадочку о том, какие новости были за тот или иной период. Я думаю, это останется. В принципе, это довольно удобный формат. Его несложно делать. Просто листаешь свою телегу и смотришь, что там происходило за месяц и делаешь какие-то интересные подборки, включая то, что у тебя сейчас на канале ютубовском даже происходит, какие прохождения сейчас актуальны, какие завершились, стоит посмотреть что-то и так далее. Возможно, этот формат будет потихоньку еще развиваться. Я недавно его переделал немного. Если у меня раньше по датам расписки были, то сейчас я, наоборот, их как-то категоризировал, отвязав от дат. Но в рамках все еще месяца. Помимо этого, весь основной движ с конкурсами, если не считать видосов на канале, происходило именно в телеге, потому что это более-менее быстрый способ коммуникации с участниками. Наверное, единственная проблема, которую я вижу в этом плане, это то, что посты мои, которые не касаются конкурса, перемешиваются с постами, которые касаются конкурса, и кого-то это может раздражать, кого-то отвлекать, кого-то вынуть отключить уведомления, и тогда он что-то важное пропустит. Но, как я говорил выше, эту проблему вполне себе мог бы решить отдельный сайт, где весь основной движ бы происходил, куда бы я его перенес. А для, получается, обычных мимо проходимцев было бы на что просто взглянуть. В этом году впервые за несколько лет прошел Live BlizzCon, да и просто за несколько лет хоть какой-то BlizzCon прошел. И, честно, лучше бы его не было. Я, в принципе, высказывал свое мнение относительно этого в телеге, да, это очередное упоминание моего телеграм-канала. Вел, так сказать, небольшую текстовую трансляцию того, что там происходило. Главным ожиданием от BlizzCon это был так называемый мягкий перезапуск, но скорее потому, что один чудик под ником Брилок пытался убедить все общественное в том, что этому мягкому перезапуску быть. Я, конечно, к этому новости относился с большим скепсисом, но в конце концов в глубине души найдется, что оно хоть что-то по Варику-то скажет. Но получилось так, что про рефоржет они не проронили ни слова. Игра, которая не существует, однако на нее продолжают выпускать патчи. Неинтересная игра на самом деле. И, кстати, насчет патчей. Относите, недавно, буквально пару месяцев назад, последний патч вышел для рефоржета. Представляете, да? Вернули сейвы, воды в сетевую игру. За эту дилоту еще умудрились компании вернуть. Представляете, да? Можно почти что-то с уверенностью сказать, что рефоржет встал с колен. Но он все еще на одном колене стоит, так что он в любом случае, можно сказать, по уши в тюрьме. И я очень хотелось бы, очень мне хотелось бы, чтобы сообщество не забывало о том, что из себя изначально рефоржет представлял на релизе. Да даже еще в пред-релизе, можно сказать, когда было бета. Обязательно надо помнить, не забывать, потому что очень легко сообществу росой у этой поливать. Память у них короткая. Но нет, не стоит забывать о том, как Blizzard плюнули душу игрока. Ну, по крайней мере, я во всяком случае об этом все еще стараюсь не забывать. И каждый патч — это большая настороженность. Какое будущее, если все-таки Blizzard решат дальше выпускать патчи, видится мне. Ну, конечно, в идеале хотелось бы поддержки новых функций для модмейкеров, наверное. Правда, если сейчас подумать, я даже не знаю, что еще такого можно сюда добавить. Сейчас уже и так достаточно большой функционал. Разве что от вот этой дебильной прослойки с электроном избавились бы. Я имею в виду менюшку игры. Вернули бы 3D, но... Поверьте, если они ее уже сделали, они от нее не откажутся. Так что я правда не знаю. Мои совды и пожелания заканчивались на доп-компаниях. И больше не трогать эту, в общем-то, игру. Так что я хз на самом деле. Че еще с этой игрой делать? Просто вот как ее развивать? Меня не интересуют вот эти всякие балансные патчики, что-то еще. Новый контент это DLC, это платно. Я не думаю, что это надо. К тому же сообщество модмейкеров самой неплохо весьма все это поддерживает. Опуская регулярно модификации разные. Включая те же компании. Контент всегда есть. Есть что записывать. Много чего. Поэтому, да. Возвращаясь к Близзкоду, там анонсировали World Soul Saga по World of Warcraft. Вышел Крис Мэтсон. Так сказать, да, легенду обратно заболели в Близзард. Не знаю, какие чемоданы денег ему предложили, что наш решил с Пенси уйти и вернуться. Ну, разумеется, у него довольно эффектное выступление. Но, не знаю, я как-то в его искренность не особо верю. Вот, скорее играет то, что сама репутация Близзардов на это очень сильно влияет. Но, в любом случае, именно он стал тем, кто анонсировал три новых дополнения по Вовке. Одно из которых выйдет уже в двадцать четвертом году. Они решили сократить срок между дополнениями. Примерно до полутора лет. Правда, это все равно большой срок. В любом случае, хочется, чтобы World of Warcraft уже наконец-таки получил какое-то достойное завершение своей истории. Мне вообще всегда виделась потенциальная история именно World of Warcraft за пределами Азерота. Ну, я считаю, что Азерот, он уже вдоль и поперек обсосан, исследован. А там постоянно какие-то новенькие острова, материки и прочее внезапно всплывают абсолютно. Ну, блин, уже все. Там некуда. Скоро будет просто эти земли наносить. Сколько можно. Поэтому, конечно, эпизодов в духе Аргуса хотелось бы не просто больше, а чтобы уже глобально весь сюжет разворачивался бы там. Что-то вынудило бы все население Азерота эвакуироваться оттуда. Ну, по крайней мере, я уже давно себе такое что-то представлял, еще задолго до этой саги, много-много лет назад. И сейчас, в принципе, я так это и вижу. Ну, по идее, сейчас вся эта World of Warcraft сага будет связана с пробуждением Титана Азерот. Так что, возможно, все-таки, всем оттуда либо придется уйти, либо все сдохнут. И нас, возможно, ждет какой-то перезапуск. Ладно, это уже фантазия. Честно, я думаю, уже World of Warcraft, наверное, себя и жил, как MMORPG. И пора бы ему на пенсию какую-то. С другой стороны, Blizzard спокойно себе развивает классические сервера. И здесь есть потенциал для каких-то отдельных ответвлений. Для того, чтобы себе придумать какой-то сюжетец. Отдельные дополнения новые, которые не пересекаются с основным сюжетом. Или идут параллельно, или вообще по-другому отличие от оригинала, да? Не знаю, там дополнение, где Король Ильич победил, да? Весь Азерот охвачен страхом, войной. Мертвецы доминируют в этом мире. И ты должен каким-то образом выживать в этом Азероте. Сделать здесь MMORPG, я не знаю, MMORPG, блин. Ну, любую дичь можно придумать, на самом деле. И продавать. Но я сомневаюсь, что Blizzard на это пойдут. Но это все фантазии, конечно. Конечно, меня больше интересует третий варик. И вот тут, я даже не знаю, от руки нынешних Blizzard, что бы я хотел увидеть. Не уверен, что я хочу что-то от них увидеть. Не уверен просто и все. Ну, не знаю, перенесите первый-второй Warcraft на движок для начала. Как хотели. Сделайте то, что хотели, да? Изначально. Вот эту всю переделку подлофу. Новый геймплей, новые локации. Новая озвучка персонажа, сюжет и все прочее. А потом мы в итоге получили херню какую-то пресную. Ладно. Следующая тема это, наверное, срачи мои. Что с Хигамой, что с Хайвом. В начале 23-го года там случился инцидент. Что, в общем, какой-то опрос там проводился. И... Побеждала милишка, кажется, одна. Empire of Warcraft. Да? Один... Я заливал себе на канал один видосик. В этом году. В прошлом уже году. В общем-то... Скажем так, она скандально известна теперь. Короче говоря. Ммм... Офигами был после того, что там... Про будущее. Что-то про будущее этого портала. И там была пара неудобных для администрации комментариев. Которые начали жестко получать плюсы. И прикол в том, что эти плюсы скрутили. И сказали, что это накрутка. Представляете, да? Реальные люди тыкали плюсики. Поддерживали каких-то комментаторов. А им скрутили оценки. Потому что их накручивали. Конечно, такую вопиющую дагусть. Иди богу мимо себя пропустить. Написал об этом пост. И... Мне выдали 15 пунктов на сайте. За то, что я дадился репутационный ущерб. Скорее всего за это видео тоже еще 15 накинут. Потому что оно наносит репутационный ущерб Хигаме. Можете сразу 150 накинуть. Вот. А лучше себе 1500 накиньте. Думаю, что лет 50 без вас Хигама как-нибудь проживет. И ей будет лучше. Так. В общем-то... Это был первый инцидент. Потом, как оказалось, через пару месяцев, я... Вдруг стал очень неудобен одному из админов Хигамы. И то, что я там выкладывал, у себя меня просто потерли. Потому что я, оказывается, не сотрудничаю и не дружу с ними. Получается, что теперь каждый, кто выкладывает там туда ресурсы, должен, обязан и дружить и сотрудничать с админами. Если хочет что-то туда выкладывать. Вот так вот. В общем, я так немного троллил администрацию. Там дошло до того, что они какое-то задание создали. Якобы то, что я их необоснованно дискриминировал у себя в телеге. Если хочу, чтобы мой несчастный ресурс вернули обратно, я должен удалить и извиниться. Хотя они, конечно, тоже предлагали с той стороны, что тоже какие-то здесь себя предпримут. Короче, я забил на это болт, ясно всё с вами. Ну, в общем-то, всё это так долгое время оставалось, наверное, в тишине. Если не считать конкурс трэш-карт по Хигаме, который я провёл. Это, конечно, тот ещё Ржекич был. И полыхало много кого, тоже знатно. Но было прикольно, зато родилась карта Завод Хигамы, с которой можно поржать всем, кто хоть какое-то время уже проводит на Хигаме. Все их локальные мемы, шутки и прочее можно увидеть именно там. Ну, в общем-то, за всё это время, в принципе, ничего особо не поменялось на Хигаме. Разве что была администрация немного по утих. И последний конкурс головоломок, они мне типа предложили выложить у них. Но все пытались сделать инициатором меня, что это я должен был к ним прийти, что это мне от них что-то нужно. Честно, что тогда, что сейчас мне от вас ничего не нужно. С таким подходом, когда в любой момент у кого-то может пятая точка закипеть, и потом все договорённости будут перечёркнуты. С вами какие-то отношения вести, ну, мягко говоря, нестабильно. Поэтому я проявлял большую неохоту по отношению ко всему. По итогу всё-таки конкурс опубликовали, но немножко не я. Хотя, было одно требование, это поддерживать актив конкурса. Ну, не знаю. По мне так, если бы всё-таки хотели этот конкурс выложить, его бы нормально выложили, оформили бы. Ну ладно, это всё-таки сделали в какой-то степени. Держали бы на главной, наверное, да? А он то появлялся, то пропадал, то потом опять появился и снова пропал. В конце концов, опять появился и провисел там какое-то время. А сейчас там тишина. Ну, в принципе, с конкурсами у меня такое бывает, если подумать тоже. Ну, ладно, по крайней мере и на том спасибо, что хотя бы без инцидента, в принципе, всё прошло. Хотя, конечно, некоторые, скажем так, представители Хигамы без лишней перчинки не могут. И, конечно же, на зарпанке. Ну, в целом, норм. Пойдёт. Что за счёт так называемого конфликта? Ну, я думаю, он исчерпан. Я не знаю, что ещё говорить. Если что-то интересное там будет, я, наверное, не пройду мимо. Хотя это, опять же, опять риск быть забаненным и всё такое. Ну, знаете, в план у меня не входит воевать с Хигамой. Но мне без разницы, кто творит дичь, да? Как бы... Всё-таки мы сообщество Варкрафта третьего. Мадмейкеров третьего Варика. И поэтому, ну, такой дичи, конечно, хотелось бы избегать. Впрочем, то же самое касается и Хайба. Там инцидент произошёл с одним из модераторов сайта. Конкретно модераторов моделей. Как оказалось, это крайне ранимая личность. Генерал Фрэнк. Он буквально любой дизлайк, любое малейшее косое направление, косой взгляд в свою сторону воспринимает в штуки. И моментально устраивает допросы в своей личной комнате о том, почему ты это сделал. Так вот случилось со мной. Он написал какую-то дичь, кажется, на Хайве. Я ему диз поставил. В итоге он начал меня допытывать. А чё ты мне дизлайк поставил? А чё не так с моим постом? В чём причина? Зачем ты это сделал? И я, кстати, не первая такая жертва. Я знаю очень многих, кого он точно так же допытывал. Где буквально была группа людей, которых собирали в отдельную комнату. И их допрашивали на предмет того, почему Фрэнку поставили дизлайк. Это реально. История на Хайве это, конечно, кринж. И администрация на этом молча закрывает глаза. Ну, в общем, я пытался выяснить у него причину такого поведения просто так. И в итоге я получил бан. Да, реально, я получил бан. Я пару дней пытался достучаться до админов почему-то. Сначала я, разумеется, создал тикет. Согласно тому, что у них там сказано. Если вы не согласны с баном, то пишите в админстав, да? Ну, я написал, окей, вижу тему, через 5 минут она исчезла. Каким-то загадочным образом. Но в профиле одна видна, но зачеркнуто. Если там пошариться в исходном HTML коде, то у этого элемента есть класс типа издалета, да? Типа это удаленно, удалено, постстерт. Ну и первая мысль такая, что кто-то из админов такой... Просто решил меня аккуратно втихую заткнуть, чтобы никто этого не увидел. И поэтому единственный вариант оставалось это написать мне email главному разработку или главному админу, что я не знаю кто там с сайта, ралли. И вот он оперативно ответил, оперативно поднял тему. И знаете чё? Оказалось меня забанили за то, что я твинки разложу, которых я даже не знаю. Я их впервые видел. То есть, раньше это абсолютно никого не спущало, но в момент, когда Фрэнк на меня получился, это вдруг начало кого-то спущать. Это, конечно, превосходная история с невероятным концом. Вы не представляете, не поверите, кто меня забанил. Шан Дандред, автор легенд Таркаина. Да. Дроздов, наверное, в тот момент ликовал. Что сам автор легенд Аркаина снизошел до меня и настучал мне по башке Банхаммером. В итоге он же меня и разбанил. Ну, в общем, там был ответ такой, что типа нам вообще похер на ваши отношения с Фрэнком, но у нас подозрение на вас, что у вас организованная травля на Фрэнка. Представляете, да, дизлайки поставили. Это так травля на бедного модератора. Он уже не первый год там сидит. Не знаю сколько лет, может даже десятки лет уже там он сидит. И чувака травмируют дизлайки. Он каждому стучится в личке, допрашивает каждого, почему ты поставил этот сраный диз. Точнее, там не дизлайк, там получается реакция злой орк. Такой красный. Это своего рода маскотом Хайва, можно сказать, стало. Потому что из-за вот этой картинки шкерится буквально весь админ состав Хайва. Злой орк это все. Это жесть. Это табу. И его наверное только админом можно оставлять. Для этого привилегия целая нужно, чтобы злого орка оставить. Ну это кошмар конечно. Две крайности и такое творится в нашем модмейкерском сообществе. Это просто стыдоба какая-то. За дизлайки такое преследование идет. А блин, я только сейчас подумал. Но если я, получается, травлю Фрэнка, то то что он устраивает, почему не является травляем? Он, получается, травит меня. Загнал меня куда-то. Дискриминирует меня. Он скорее всего стал инициатором бана. Может он сам и забанил. Этих деталей, увы, нам никто не расскажет. Мне все еще кажется сомнительной причиной, что якобы какие-то твитки есть, у которых со мной эпишники совпали. Причем эти твиньки даже не забанили, кстати говоря. Но забанили именно меня. Короче говоря, все это сомнительно пахнет. Это история бана, но она смешная до боли, конечно. В общем, какая мораль всей этой истории со срачами. Не хотите быть забанены, не лезьте в эти дела. Не вашего ума дела, так сказать. Это все. Вы сидите на жопе ровной, никто вас не тронет. Но это не факт. Конечно, даже если вы сидите спокойно, значит вы где-то на какой-то стороне выступаете. Даже если вы считаете, что не выступаете именно на чьей стороне, вы выступаете априори на чьей-то стороне. Нельзя, так сказать, сидеть промеж стульев или на двух стульях, но не получится как-то. В любом случае, конечно, как видно, у нас куча ранимых личностей сидят именно где-то наверху тех сообществ, в которых мы обитаем. Я бы сказал, что надо уважать их правила, но уважать эти правила не за что, эти людоедские правила. В этом году обещали мягкий перезапуск Рифантеда. Я уже, кажется, сказал о нем немного. Был опросник какой-то, приходил в течение этого года, который посчитали как то, что Blizzard работает мягким перезапуском. Там спрашивали, как то сделать, как все заделать. Ну, не особо что-то интересное. И в итоге после этого новости перезапуски затихли. Но был некий челик, брелок, который на протяжении почти года убеждался в обществе в том, чтобы прям мягкому перезапуску быть. В итоге ничего на Блисконе не случилось, и он жестко тильтанул на меня. Да, это еще один срач. Я же говорю, это год срачи прям. В общем, он тильтанул на меня, потому что я его как-то там обозвал. То, что я оскорбил его, назвав его все, что вот он писал копиумом. Это прям оскорбление жесткое. Оказалось, для него его мягкое сердечко этого не выдержало, и поэтому он сорвался на меня. В итоге, конечно, он сознался, что он сорвался, но при этом в конфликте виноваты обе стороны. Только это не конфликт. Я просто пишу факты и свое мнение. А он наехал на меня за то, что его ожидания не оправдались. И я напомню, что это не только его ожидания. Ведь он убеждал сообщество в том, что вот прям 100% перезапуск будет на Блисконе. Ничего не случилось. Даже намеков никаких не было. Ничего про рефоржер не сказали. Не случился мягкий перезапуск, вот и все. Из-за него ведь у многих теплилась надежда, что Warcraft will be great again, как говорится. Но он great again не стал даже на дюйм. Какие мои мысли? Будет ли вообще мягкий перезапуск? Я с самого начала считал, что это сомнительная идея. С точки зрения бизнеса, компания это провальный проект. Так что я не знаю, зачем в принципе к нему прикасаться и по патчам, и как-то его продолжать. Ведь он денег не приносит, скорее убытки. Но вот этот альтруизм, конечно, по мне он немного странный. Ну, типа, зачем это делать? Репутацию этим вряд ли себе можно как-то восстановить. Так что я не знаю, с какой целью Blizzard занимается реформитом. Вот объективно не знаю. Да, конечно, приятный патч, типа, где вернули доп-компании. Но в целом... Ну, зачем? Полторы калеки, условно, играют в реформите. Если играют, конечно, в него. И то... Многие там ради каких-то модификаций. Я и не говорю не о компаниях, а в целом. Хотя melee режим, конечно, несомненно, тоже популярен. Все-таки это основа игры. Буквально ее жанр. Так что было бы странно, если бы... Не крутилось все вокруг него. Мой вердикт, ну, вряд ли в ближайшее время, по крайней мере... Хоть какому-то перезапуску быть. Даже если он будет... Каким его делать-то? Все... Старания... Лемон Скай на Смарк, что ли? Опять по новой графику делать? Проблема ведь даже не столько в графике. Да, она, конечно, отличается немного. Но, мне кажется, уже в какой-то степени игроки просто привыкли к ней. Или играют на классической. Все-таки, по мне, конечно, если что-то делать, то делать то, что изначально обещали. Доработать кампании, добавить там все эти ветвления, пересечения с Вововским нынешним сюжетом. И уже доить игру там какими-то новыми дополнениями в виде кампании по World of Warcraft. К тому же, да, там есть вполне себе события, по которым можно было бы кампании целые сделать. И они бы хорошо смотрели, даже лучше бы смотрели стратегии. Не знаю, сделать какие-то спин-оффы по книгам, по сюжетам, которые еще нигде не фигурировали. Какие-то фановые кампании, может, и так далее, и так далее. Ну, в общем, там много способов, на самом деле, с этой игры деньги могли бы делать, если бы проект был хоть как-то успешен, а не то, что мы имеем сейчас. Да, они довели все-таки игру до какого-то более-менее приемлемого состояния. Но как отмыть вот все, что происходило три с лишним года назад, я не представляю себе. Это практически невозможно. Я не знаю, судьбу мягкого перезапуска по мне он не нужен. Что касательно покупки Blizzard Microsoft, опять же, на фоне этого тоже более усиленно пошли слухи о перезапуске. Ну, в общем-то, я считаю, рано еще делать выводы. Прежде всего, Active Blizzard это, по большей степени, скорее, доение денежек. А это, я напомню, там всякие Call of Duty, Candy Crash и прочие франшизы, которые неимоверно гигантские деньги приносят. Прикладывают довольно минимальные усилия. В отличии от игр Blizzard, где даже несмотря на то, что многие последние проекты их так себе, все-таки там прикладывают какие-никакие усилия к этому. Я не знаю, да, могут там какие-нибудь Фил Спенсер говорить, что надо StarCraft 2 возродить. Ну, мало ли что сказали, да. В конце концов, сделка только-только состоялась. И надо же хотя бы прождать год, когда какие-то планы созреют. А потом, возможно, уже гадать, что какое будет. А пока, я думаю, вряд ли. Даже в 24-м году мы что-то узнаем. Я сомневаюсь, у меня большой кискейптис этого. В 25-й, да. Возможно, в 25-м году на BlizzCon, если он будет, нам наконец-таки что-то интересное анонсируют. А до этого времени я бы предпочел подождать. Даже в 24-м году, ну, маловероятно, что на анонс, я подчеркиваю, на анонс что-то будет. А как правило, у Blizzard что-то анонсируют, когда оно в более-менее готовом состоянии. Так что, сами подумайте, что можно за год сделать, да. За год, ну, не знаю, концептуально можно, наверное, что-то придумать. Карты какие-то набросать, технодемочка максимально. И все. Так что, да, надо время. Лучше два года. Вот через два года уже будем думать о том, что это за уважение денег с точки зрения Microsoft. А пока что, в принципе, я не вижу смысла это еще комментировать. Что тут еще можно сказать? Ну, купили и купили, да. Вряд ли это сильно как-то поменяет внутреннюю кухню Blizzard. Ну и, кстати говоря, в копилку этого вспоминаю нашего копиумного дружка Бриока, для которого слово копиум оскорбление. Так что, заранее извиняюсь и не хотел оскорбить. Шучу. Но оскорбить нереально не хотел. В общем-то, он писал что-то вроде, что рефоржа такой получился специально. Потому что Microsoft заранее хотели скупить Blizzard по дешевке и таким образом актив Blizzard акции свои сбрасывали. Ну, это, конечно, уже дикий копиум. Ну, ладно. Давайте дальше. Собственно, одна из радостных новостей этого года, это конец стирании Дроздова, надеюсь. На протяжении этого года он продолжал доставлять неприятности. Да, уже сколько лет прошло. Года два-три. А чувак все еще никак не умеется из-за своих легенд Аркаина. Ох, он прям достоятельно до конца стоял на том, что я их должен пройти. В итоге он впал в жесткую депрессию, потому что его забулили в чате Алла Мерда. И он исчез с тех пор. Ну и, честно говоря, скатертью дорога, пускай живет себе где-то в своем легенда Аркайновском мире, главное не трогает нас. Это все, что мне надо. Так что, в целом, конечно, новость положительная. Можно немного позвораться, вот он это заслужил. Но, в целом, я надеюсь, что тема Дроздова закрыта, и он больше никогда не всплывет. Не хочу больше о нем вспоминать. Похороним его в 23-м году. Rest on Peace, как говорится. Ну, однако, конечно, Челлик умудрялся гадить. Это так, что мне даже реакцию приходилось отрубать на какое-то время. На данный момент все реакции, конечно же, возвращены. Все работает. Никого не ущемляю. Как я, в принципе, обещал. Тогда же, спустя какое-то время, я их и вернул обратно. Правда, как оказалось, что это все-таки не Дроздов, а совсем другой персонаж. И потому что я думал над Дроздовой, оказывается, Шиз из-за этого. Ну, как будто мне было на кого еще думать. Короче, хрен с этими Шизами. Главное, что, во всяком случае, это все закончилось. Дальше у нас Прага возродился. Да так, что он заявил, что он единственная мессия Варкрафта третьего. Единственный в мире, кто по варику делает не говно. Великий режиссер. Делает какие-то невероятные машинимы. И, в итоге, он жидко обосрался, когда ему ткнули этим в лицо. Типа, что ты не стешь, болван. Как итог, он ударился в шортсы, отошел от Варкрафта. Забил на свой король мертвых Редакс. И просто сгинул. Судьба его на данный момент неизвестна. Телега его мертва. Там вообще какой-то жесткий спам. Оружием, скажем так. Прага, видимо, опять уходит глубоко в запой. И вернется через пару лет. Со своим король мертвых 2 Редакс. Возможно. Один из немногих проектов, которые я бы, наверное, все-таки затронул. Учитывая, что первую король мертвых Редакс я не притрагивался к нему. По причине того, что в этот же год уже был Лич Кинг реанимейтед. Поэтому я не стал его трогать. Возможно, конечно, потом в будущем. К Редаксу первому я вернусь. Или как он там назывался, я уже хрен его знает. Король мертвых классик. Вы поняли, в общем, о чем я. Но пока что, наверное, я эту компанию... Ну, в принципе, можно уже потрогать ее, думаю. Время прошло все-таки. Тем более, Король мертвых популярная франшиза. И если в нее сыграть, я посмотрю, надеюсь. Хотя для моего канала это не светит. Ну и, наверное, последнее, что не касается так сильно моего канала, я ушел с Windows 7. Легендарная операционка. Я бы сидел на ней дальше, если бы не предудительное выпинывание пользователей с этой системы. А именно то, что даже банально игры не запускаются, потому что у вас не Windows 10 такой-то сборочки. Или проги запускаются, потому что у вас не Windows 10. А нужна Windows 10. Просто нужна, и все. По каким причинам, конечно, неведомо. Да, я понимаю, что могут какое-то новое API использовать. Но почему так вдруг резко его стали использовать? Вот в один момент, да? Не плавно какой-то переход был. Вот в один момент буквально. С 22 года, наверное, это началось. А до этого, в принципе, более-менее все работало. Никто там не требовал с тебя принудительно сидеть на десятке. Я, короче, сразу перешел на одиннадцатую. Ну, так сказать, по последнему слову моды буду одет. Хотя моя система не то чтобы подходит под это. Но все-таки, если говорить коротко о тех немногих днях, что я провел на одиннадцатую. В принципе, я уже привык и особо отличия от семерки не вижу. Разве что вот этот дебильный гигантский интерфейс мне не нравится. Я привык к некоторым элементам, типа микшера звука, например, да? Вместо этого отдельное окно открывает, которое еще открывается с какой-то задержкой в одну-две секунды. И элементы тоже непривычно расположены. И, в принципе, Microsoft пытается все перенести в это отдельное окно с настройками. Да, туда все запихать. Хотя там как раз таки далеко не все настройки. И в панели управления, которая все еще есть или нет, я не знаю. Но, в любом случае, каким-то образом энтузиасты умудряются до него добраться. Легко причем. В общем-то, там побольше настроек и того, что мне надо. Я не понимаю вот этого вот направления, что постоянно вот за пользователей решают, как ему все это настраивать, кастомизировать. И подают это под соусом какой-то невероятной революции. Вот мы, смотрите, новый дизайн сделали. Все для вас, все удобно. Да ни хера не удобно, блин. Вы уменьшили количество функционала, обрезали систему. Мне не это надо, и я другое хотел. Здесь не исключить пару неприятных багов. По типу того, что у меня бывают проводники. При его открытии исчезают кнопки свернуть, развернуть и закрыть. Да. Такое частенько происходит. То в целом, ну как бы окей. Я уже какое-то время сижу на Windows 10 с другого устройства. Поэтому переход не был таким болезненным на самом деле. Хотя я долгое время от десятки даже шурался. Не, не уверен. Не могу даже сейчас сказать, что мне нравится десятка или одиннадцатая. Семерка все-таки мне больше по душе. Но на семерке сейчас уже физически невозможно сидеть. Уже даже Steam кричит 24-й год и все. Давай, до свидания Steam. Мы больше на семерке не поддерживаем. Chrome давно умер на семерке. Я уж молчу про другие приложения. Тот же OBS уже давно не обновляется на семерке. Хотя вот допустим Telegram на семерке обновляется. Но есть моменты, которые не поддерживаются принципиально на этой системе. Требуя десяточку как минимум. Но в любом случае выбора не было. Так что я теперь на одиннадцатый сижу. Хотя мое железо немного не соответствует этой системе. Да, надо обновиться. Но обновление я, скажем так, оставил до лучших моих времен. Обновление железа имею ввиду. В принципе, это, наверное, все основные события, которые были вне этого канала. Возможно, я что-то упустил. Вполне возможно, я еще вернусь к... Увижу все это в вопросах, которые вы задавали у меня в Telegram канале. Да, как и всегда, у зрителей была возможность... Точнее, у читателей Telegram была возможность задать мне вопросик, на который я бы ответил. Ну, отвечу. Собственно говоря, что теперь по каналу? Что у меня произошло? Во-первых, это, получается, три завершенных конкурса, которые подарили разного рода интересные работы. Прежде всего, это завершение новогоднего конкурса крутостроения. Среди творений там были заказ Ёлка, победитель. И морозка против зла, или как там она называлась, я забыл немного извиняюсь. Наверное, вот эти две самые прикольные работы. И, конечно, морозка, наверное, заслуживает отдельного внимания, потому что это полноценный alien-шутер практически на движке третьего Warcraft на 1.26. И таких творений, конечно, хотелось бы побольше. Но, увы, мы имеем только вот такое прикольную штуку, в которую можно минут 30 побегать. И всё. Впрочем, теперь, если что, и если сейчас у вас на дворе только начало января, запускайте эту карту и прочувствуйте, так сказать, дух нового года. А может, у вас сейчас конец 24-го или ещё какого года, то тоже можете запустить и прочувствовать дух нового года. Дальше я устраивал трэш, состязание трэш-карт по хигами, на котором, правда, выложили всего две работы, одна из которых получилась странной, а вот другая прикольная, я уже упоминал её, Завод Хигамы, где, в общем-то, куча разных прикольных отсылок на этот портал идёт. В принципе, насколько я знаю, автор уже нагублял своё творение. Кстати, вернёмся к заказу ёлки, я что-то пропустил её. В общем-то, автор тоже за это время обновил своё творение. И вы уже, возможно, увидели прохождение обновлённой версии у меня на канале. Это я решил такой предновогодний сюрприз небольшой сделать. Там получилось гигантское прохождение почти на 9 часов, кажется. Но, по идее, уже к моменту, когда это видео выйдет, уже всё оно выложено. Так что, да, я решил так вот разом за недельку всей серии, так сказать, выложить. Я не рискнул это всё-таки в одно видео объединять. 9 часов, извините меня, это будет рендериться часов 18, наверное. Я целый день просто угробить ради того, чтобы зарендерить одно гигантское 9-часовое видео я не готов. Хотя это могло бы стать самым большим видео на моём канале, но нет, сори. Нет. Да и YouTube, блин, я не знаю даже, как это воспринял. Ну, наверное, он бы это обрабатывал очень долго. Так что, лучше уж по частям, зато стабильненько. Конкурс раз, легендарный, устраивал я. Это вообще отдельное событие, которое, наверное, запомнилось всем зрителям моего канала. Потому что, помимо интересных работ местами, там были персонажи, которые застряли в каменном веке, скажем так. И уговаривали всех, что это единственный верный век, так скажем. Разумеется, речь идёт о той шайке, которая кричала, что там в шок раса футуристичная. Это футуристичные расы запрещены. Выдуманные расы запрещены. Ещё какой-то дичь, хотя всё это бред и не так, в принципе. В любом случае, я рад, что достойной работы заняли достойное место. Кому-то, может, немного меньше повезло. На этот конкурс, кстати, было впервые двое судей за последнее время. Я и Силендиус. Правда, местами он странно оценивал на 3 из 5. Кто знает, тот знает. Но, в целом, я считаю, конкурс более чем удался. У нас появилось десяток интересных концептов, которые кто-либо может использовать у себя. Ну, разумеется, отдельного внимания заслуживают пробуждённые, которые подарили компании с четырёх глав. И, разумеется, такой истории, прописанной с такими колоритными персонажами, хотелось бы увидеть продолжение. Жалко, конечно, что мы его походу не увидим, потому что обещали только в случае победы его сделать. Но они не победили, они заняли второе место. Правда, там с мизерным отрывом, но всё-таки. Победил изумрудный кошмар. Тоже очень прикольная раса. Правда, там просто демка была без компании. Но так уж пришлось, что как бы конкурс был про расу, а не компанию. Но, в любом случае, огромные молодцы ребята из Empire of Warcraft. Очень круто, что они подарили сообществу такую вот вещь, компанию эту. Очень жаль, что она, вполне возможно, не получит продолжение. Отдельно, наверное, стоит сказать про работу Shadow воришки, которая технически заняла третье место. Но по всем каналам, конечно, правильнее было бы исключить автора. До последнего этого не хотели делать и, в принципе, не сделали. Автор получил своё третье место, как хотел. Но, ввиду некоторых ограничений на тот момент, приз за третье место получил другой участник. Честно, я бы и сейчас не выдал бы ему. Наверное, даже бы я пожёстче поступил. Я бы просто реально исключил бы участника из конкурса за столь нахальное поведение. Ну, не знаю, по мне так это всё-таки немного недопустимо так вести себя в публичном относительном пространстве. Ну, повёл он, скажем, себя так по-свински. И карма, скажем так, ему воздалась по полной. Ну, а те его дружки, которые топили за его работу, ну, объективно, это обычная работа. Там нет ничего такого особенного. Любой мимо-крокодил такого уровня вполне себе мог сделать. И, допустим, та же работа, которая по счастливому стечению обстоятельств от Ликазы, от автора Бандитского Ордерона, не вошла в конкурс, потому что автор тупанул и как-то не подал заявку на участие, но в итоге подал работу. Я думаю, вероятно, он бы занял третье место. В принципе, по оценкам там можно глянуть, занял бы он третий или нет. Вполне себе, я думаю, крепкий орешек, скажем так. Вполне себе, третье место заслужило бы эту работу, потому что там есть интересные решения, интересные механики. И трасса не перегружена прямо. А вот Беорде, если сейчас попытаться вспомнить, что там, ну, герой какой-то с имбовыми скиллами, да? Это механика, завязанная на исследованиях за ману. И все. В принципе, больше особо ничего такого по этой расе не вспомнишь. Зато они, как оказалось, из запада стыбзили архитектуру людскую. Ну да, это абсолютно не смущает ни тех, кто предъявляет претензии насчет пробужденных и изумрудного кошмара, ни самого автора. Зато изумрудный кошмар плохо тем, что там куча механик это плохо. Пробужденные не соответствуют условиям конкурса, потому что там выдуманные расы. А под выдуманностью подразумевают футуризм, что они с пушками бегают. Хотя в правилах четко сказано. Используйте существ, шкурки, из-за нейтральных существ. А в каком сеттинге делать, это уже ваша забота. В том числе в современном сеттинге, на что было также дано разъяснение. Потом, правда, еще один момент скрылся, что один из этих, кто предъявлял претензии, считал проблемой в том, что они участвовали командой. А про команду ничего не сказано. А это значит, что автоматом командой нельзя. Про принцип, что не запрещено, то разрешено, вероятно, эти чудики не слышали. Ну, в общем, он на протяжении года всплывал все еще. И Чел до сих пор до меня держит какую-то обиду. Так что да, это еще один срач, можно сказать, в копилку. В любом случае, конкурс этот не прошел без перчика, скажем так. Но, в целом, я доволен результатом. И надеюсь, сообщество тоже, потому что мы получили интересные работы. Какие-то местами кринжовые, какие-то нет. Если вспоминаете ту же доту, какую-то порезанную с гноби, то вообще кринж. Или то, что там из земли богов просто взяли карту и представили, тоже кринж. Ну и на текущий момент проводится конкурс головоломок. По идее, когда это видео выйдет уже, прием работ закрыт. Я не знаю, к этому моменту, сколько работ будет выложено. Но участников было много, кто успел подать заявку. Подозреваю, что, конечно же, тех, кто сдаст работы, будет поменьше. Есть у меня нехорошее предчувствие на тот счет того, что в этот раз что-то пойдет не так. Все-таки, по большей степени, что-то как-то тихо этот конкурс проходит. Да, хотел я, конечно, тишину себе на конкурс. Но что-то прям гробовая тишина. Даже на посты как-то участники не особо реагируют. В любом случае, я очень надеюсь, что хотя бы одна работа, которая будет прям достойна внимания у нас, она будет. И я этот конкурс закрою. Судьба дальнейших, скажем так, конкурсов неизвестна. Я так далеко еще не планировал. Я дальше не знаю, что будет в 2024 году. Буду ли я их еще проводить. Посмотрим. И даже какие темы этих конкурсов будут. В общем, да, плана нет на 2024 год пока что. Но все может быть. Все зависит от того, как этот конкурс вас примут. Какие работы будут. Там уже будем думать, что проводить. В этом году на канале вышло несколько, скажем так, творческих видео. Это там, где Селера озвучка используется с каким-то монтажем. Либо же просто какой-то скетч монтажек. Давайте просто перечислить, что интересного вышло. Ну, прежде всего, наверное, последнее за все время Такая микромашинима Селера. Это Артас лишился рассудка. С отсылкой на Ведьмака третьего. Сценкой той. Как ебанет, так в Новиграде был где-то огней видать. Да, буквально эта отсылка и была. Получилось вроде прикольно. Жалко, конечно, что такие ролики перестали смотреть у меня на канале. Даже они не набирают просмотров. Так что это в какой-то степени повлияло на мою мотивацию. Да и в принципе у меня идей нет, чтобы еще такого сделать интересного. Я выпустил ролик про вырезанную озвучку из третьего варика. Я рекомендую его посмотреть всем, кто еще не видел. Там много всякой инфы о том, какие интересненькие фразы были раньше в компании Альянса. Которые случайно всплыли в рефоржете. Ищите, догадали, смотрите ролик. Какое-то время был популярен мем на СТС, но он реально на СТС. Разумеется, я такое видео сделал по третьему варику. Какую-то популярность она собрала. Но, к сожалению, в какой-то момент стало. Дальше было долгое затишье и вышел ревойс Варкрафта. В Селера в этом году появилась фича ревойса. То есть ты на вход подаешь какой-то звук. Свой голос, допустим. На выходе ты указываешь, каким голосом должно быть переозвучено. И вуаля, пожалуйста. Что было сделано здесь? Здесь взяты были оригинальные английские фразы из третьего варика. И прогнанные через этот бот Селера в ревойсе колоссами персонажей Варкрафта. И вот что из этого забавное получилось. Даже не знаю. Можно, конечно, было бы в теории вообще весь Варкрафт этим переозвучить. Но это... Я даже не знаю, есть ли смысл таким заниматься. Следом, конечно, родилась еще одна гениальная идея с ревойсом. Это... Получается... Пролик называется, что не так с Варкрафтом. С моим Варкрафтом или как-то так. В общем-то, я, скажем так, сделал свою альтернативную вселенную. Где поменял местами Меф и Элидана, Нак и эльфов. Но при этом нацепил, допустим, фразы Меф на голос Элидана, фразы Най на голос Вайши, Нак, учниц на Нак и так далее. И получилось забавное, конечно. Вот тут, конечно, потенциально можно еще какие-то интересные штуки придумать в других каких-нибудь компаниях. Или просто это продолжить. Можете предложить в комментариях, как вы это все видите. Но это была разовая проба пера, наверное. Возможно, я не исключаю, что когда-нибудь в будущем я к этому вопросу еще вернусь. Я решил продолжить свою первую, скажем так, серию про озвученные компании. Свои старые трэш. Я озвучил компанию Захватов. Она, как оказалось, довольно большая. Их и там много диалогов. Конечно же, не обошлось стороной без легендарного величайшего парня по имени Гаритас. И это именно та компания. Алды канала. Да, это уже Алды канала. В общем, они об этом знают. В любом случае, можете поглядеть на эту дичь. Там весело, смешно и забавно. Ну и последнее, что в этом году я успел выпустить, это Тинькофф поясняет за Warcraft 3. Опять еще один недавно расфорсившийся мем. И, конечно же, я его не мог обойти стороной. Мне он прям зашел. Мне это показалось забавным. И я это сделал. И, в общем-то, вроде на какой-то момент казалось, что видео выстрелило. Начало набирать просмотры. А потом YouTube так сказал, в вашем видео слишком много мата. Поэтому монетизация ограничена. А как обычно с этим следует, ограничены и просмотры, рекомендации. Официально, конечно, об этом никто не скажет. Но неофициально это примерно так. Конечно же, я подал апелляцию. Типа, что ваша автоматическая система чудит? Тогда я, правда, не знал, за что. Там просто сказали, что он не подходит. И уже после проверки сказали, что в начале видео мата много. Поэтому ограничены. Но после этого просмотры перестали тикать. Спасибо, YouTube, что снова закрутил мне гайки. Казалось бы, хоть что-то в этом году наружу пробьется. А нет. Хрен тебе. С маслом сиди в этих рамках, которые тебя загнали. И ничего не знаю. Были ли еще какие-то планы? Вообще, да. Был скетч снять по событиям, которые со мной происходили на Хайве, связанные с Фрэнком. Мысли, конечно, мои уже далеко где-то в подкорке, в подсознании захоронены. Но я что-то там начинал писать сюжетец. Так и не продолжил. И, конечно же, GTA 6. Я думал сделать, наверное, пародию на этот трейлер. Возможно, еще сделаю, пока Новый год не настал. Но это не точно. И то вряд ли. Я Тинькова с трудом большим, если честно, сделал. Потому что я долго не мог себя сматерировать. Начать ролик, как я говорю в самом начале. Видео слабое сложно начать начало. Вы не представляете. У меня были мысли сделать Тинькова еще, наверное, за пару недель до выхода этого ролика. Но я начать не мог. Просто начать не мог. И все. Там какие-то отдельные шутки, моменты я придумал, но начать не мог. Потом, конечно, казалось, что придумать на все, что есть в шаблоне, на каждую его фразу, довольно тяжело в соответствии найти. Это заняло у меня какое-то время. Но все-таки я это сделал. И монтаж. Это, получается, поиск материалов. Оказалось, тоже не самое простое дело. И заняло это много времени. Так что, я молчу про пародию трейлера на GTA 6. Хотел что-то такое в стиле Варика сделать. Но пока я это тоже возможно сделаю. Возможно, не сделаю. Я не знаю. Ну, в общем-то, если что-то еще было, я об этом забыл. Так что, да. Как-то так. Вы можете предлагать в комментариях какие-то, может, интересные скетчи. Что такого сделать. Мне вообще, конечно, давно, 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 давно мысли есть. Ну, какой-то сериал в машине мой я хочу сделать. Но проблема в том, что мне не хватает какого-то сюжета под это. То есть, у меня даже каких-то черновиков, набросков нету, чтобы начать начало. Вот если бы был какой-то сюжет, расписанный хотя бы на один сезон или хотя бы на одну серию, я бы, наверное, уже что-то клепал. У меня были несколько раз мысли продолжить озероцкие будни, но не с голосами, конечно, которые там были, а уже с Лерой. Ну, это тоже такое себе, конечно. Не то, не факт, что я за это возьмусь. Вдохновения, желания, всего этого прям не хватает. Ну и, конечно же, идей. Каких-то вот прям идей, которые бы вцепились мне в голову и не отпускали бы они. Вот прям уже каких-то жестких, интересных идей. Не хочу какой-то, конечно, делать что-то пресное, обычное. Я хочу что-то прям, знаете, глубокое, мрачное, где, может, даже не будет хэппи-энда. Так сказать, суровость жизни, чтобы это показывало со светлыми моментами, разумеется. Ну, ладненько. Что касательно контента на канале. В этом году много всяких компаний вышло. Упор делался, разумеется, на Селера озвучку. Была даже, как минимум, одна компания озвучена моим голосом. Были переводы даже. Того же Повелителя Кланов 3.0 я перевел полностью. И я сделал штуку, которая мне немного облегчает, скажем так, перевод проектов. Чтобы потом я мог сделать этот перевод, загонять в компании и выкладывать свет. Конечно, после этого работа жестко встала. Я ничего после этого не переводил. Единственный проект, который, скажем так, вышел под этим инструментом, это операция сумрак. Но, правда, там и фраз не так много. Зато в итоге все осуществляется тому, что у тебя есть табличный вид, есть там оригинал, есть перевод. И потом ты это можешь себе удобненько конвертировать формат варика и загнать в карту. Вот что самое крутое и, в принципе, ради чего этот инструмент затевался. Но, в любом случае, конечно, у меня есть компании и есть карты, которые я прошел. Они на английском языке и их надо перевести, прежде чем выкладывать. И други до них так и не дошли. Так что, наверное, какое-то время вы будете видеть контент без переводов, скажем так. Будут какие-то записи. Тем более, я нашел несколько достойных творений. Как оказалось, откровением года стал The Guy from Bar, автор в поисках силы, который я прошел в этом году, в начале этого года. Ужасы Наксрамаса и Бремени Коронованного, еще две компании из своей линейки. И Ужасы Наксрамаса оказались для меня большим открытием. Это невероятно крутая компания, которая мне очень понравилась. И не жаль, что я сыграл в нее только сейчас. Поэтому, наверное, одно из ближайших прохождений это будет Ужасы Наксрамаса. Там где-то компания часов на шесть, наверное, примерно. Плюс-минус. Так что, там будет разделение на части. Кто играл, поймет как. Кто не играл, поймете, когда будут выходить видео. Ну, и там уже моя Live, так скажем, озвучка. То есть, я не озвучил где-то за кадром отдельно, а прямо во время игры это делал. То есть, такого формата прохождения. То же самое с Бремени Коронованного. Компания, конечно, скорее обычная какая-то. Но тоже ничего окей. Это не ужас у Наксрамаса, конечно. В любом случае, я ее прошел. Поэтому это тоже в планах, скажем так. В этом году добились смутные времена на обе концовки. Прохождение которой тянулось еще с прошлого года. Гигантская кампания. За это время автор успел выпустить обновление, которое там многие моменты сильно меняет. Где-то что-то упрощает. Но, в общем-то, релизная версия. Точнее, уже последняя версия. Она отличается от того, по что я играл. И если вам, конечно, интересны такие затянутые кампании в духе легенд Аркайна. То можете переиграть или сыграть. Но, да, наверное, все-таки скорее я бы не стал играть. Добил Гаритас кампейн. Да, там уже все, конечно, в переводе и в озвучке было. Прикольная кампашка. Если не смотрели, рекомендую посмотреть. Она основана на меме. О том, что Гаритас оказался умнее Сильваны и переиграл и уничтожил ее. А потом переиграл и уничтожил весь Азерот, скажем так. Есть вторая часть, конечно. Она еще не вышла полностью. Там несколько глав только доступны. Но я пока в это не играл еще. Потенциально могу сыграть. Когда, не знаю. Табью Curse of the Bloodlust ревамп. И после этого там еще, по-моему, какая-то глава и ночная кальфа в ревампе выходила на конкурс Джей Барина. После этого автор ревампов куда-то исчез вообще. Вроде даже темы свои с ревампом удалил на Хайве. Судьба его неизвестна. Я не знаю, что теперь с ревампами будет. Походу, это все конец. Это один из немногих проектов, который зашел достаточно далеко. Получается, он выпустил Исход Орды. Он выпустил Компанию Нежити. Компанию Орды. Аликов он не выпускал. Пару раз он выпускал Ночных Эльфов ДФТ. А, Буадельфов он еще выпустил. Как раз в этом году я завершил. Так что, да. Судьба ревампов под вопросом. Походу, это конец. Жаль. Потенциально могло получиться что-то интересное. Но, как ни странно, не первый проект, который умирает. В этом году гений выпустил новую компанию свою. Упергеймер. Она небольшая. Прикольненькая. Я ее прошел. В принципе, там есть на что посмотреть. Можете глянуть. В этом году также я начал. Редалер 2. В принципе, не помню, говорил ли я в прошлом году или нет. Но был план на то, чтобы расширяться на формат, где будет и Варкрафт и некоторые другие игры. Одной из таких стал Редалер 2. За этот год я полностью прошел игру. И дополнение Юрис Ревенш. И на подходе Ментал Омега. Что касательно Ментал Омега. На текущий момент я даже не начал еще играть в эту модификацию. И скорее всего она будет отложена до каких-то лучших времен. Нужно время, чтобы немного подготовиться морально. Я ее только поставил. Только запустил. Так что надо будет подумать, как мне в нее играть вообще. Может даже и не подтяду ее. Кто ее знает. Но я не уверен во всяком случае. Морально я еще не готов ее проходить. На это нужно время. Получается, что Редалерт временно будет приостановлен. Опять же эти слова. Ну, я сейчас говорю, что приостановлен. На следующий день может выйти. Может выйти через месяц. Через неделю. Через год. Я не знаю пока что. В любом случае Ментал Омегу я пока не трогал. Там еще предстоит подумать над тем, как мне превьюшки херачить-то. А потому что это все-таки не оригинальная игра, а модификация. Придется разобраться с тем, как это делать. Хотя я бы с этим вопросом. Ну, а потом уже думать, как эту игрушку проходить. В принципе, это все основные проблемы на текущий момент. Ну и опять же, желание начать начало. Это самое сложное. В этом году также я обновил гайд по скачиванию карт компании для третьего варика. Несколько лет назад я выпускал такой. Но сейчас он уже немного не актуален, ввиду того, что у нас есть рефоржет. Есть версии, которые хранят карты компании в документах. Новенькие ресурсы появились. В общем-то, там самая последняя актуальная информация содержится по тому, как скачивать карты компании. Плюс, если какие-то новые ресурсы появляются, я добавляю в описание ссылку, в комментарии и в телеге у себя обновляю. Так что, если кто до сих пор не знает, как правильно обращаться с файлами карт компании, где их вообще брать, то смотрите мой гайд. А если вы знаете такого, кто вас застает такими вопросами, направляйте их на этот гайд. В этом году, помимо всего прочего, на полноценные рельсы стал Портал 2. Я возобновил эту рубрику с картами и теперь уже на протяжении почти года стабильно выходят видосы с картами Портал 2. У меня еще огромный запас не смонтированных видосов по этой игре есть. Так что, да, видосы будут выходить спокойно и в следующем году. Потенциально, как минимум, на полгода, я думаю, там есть запасец. В будущем я, конечно, наверное, еще буду снимать всего этого добра навалом. Плюс, к тому же, в начале 24 года выходит Портал Революшн, один из модов, который я давно ждал. Он основан на Портал Community Edition, который я еще больше жду, но никак не выйдет в публичный доступ эта штука. В общем, да, эту модификацию я, наверное, буду проходить. Там еще, помимо этого, есть какая-то другая не очень модификация. Возможно, я ее затрону, возможно, нет, пока не знаю. В любом случае, Портал 2 живет полноценной жизнью на канале. Возможно, она станет заменой Редалерта. Возможно, на его место, ну, пока нету Ментал Омеги, придет какая-то компания Варрика. Я пока в этом плане не уверен. Посмотрим. В любом случае, Портал 2 точно никуда не пропадет в ближайшее время. Эту гарантию я могу вам предоставить. Так что, круто. Ждем теперь Портал Revolution. Надеюсь, он будет интересен. На Хигами, кстати, тоже в этом году проводились конкурсы. Один из которых подарил прикольный мини-рогалик для рефоржета. Я его отдельно играл и давал какую-то свою экспертную оценку. В принципе, за это время выходили обновления. Так что, если у вас есть рефоржеты и желание сыграть что-то необычное, я вам рекомендую Time Defenders. Можете посмотреть именно на канале, можете сами сыграть. Наверное, лучше уже самому сыграть, потому что версия все-таки там более новая. В этом году вышли две компании по Zero Triborn, а также целая карта с использованием ассетов и наработок этой модификации, а именно Охотники. Да, полноценные Охотники на движке второго ларика, который я, конечно же, прошел. Потом была компания Undead, я ее тоже прошел. И вот в конце года вышла компания Орды. Я ее тоже прошел, но прохождение на текущий момент только начато на канале. Так что ждите, я думаю, в ближайшие месяца два, наверное, где-то до февраля, точно будет Zero Triborn выходить. А может и чуть раньше закончится, кто знает. За это время автор внес много интересных улучшений, такие как, допустим, улучшенное освещение. Наконец оно более-менее под стать Варкрафту. Приятная картинка. Персонажи маслом не измазаны. Вообще по-другому чувствуется, играется. И второй момент это сейлы. Сохранение. В игротеке из коробки их нет, однако каким-то чудом макаром автор это смог добавить. Правда, эти сохранения скорее костыль, потому что тебя типа его Том выкидывает из игротеки, из карты точнее. Но это мелочи. Я так понимаю, это уже все из технической составляющей тут. И ничего не сделать. В любом случае, круто, что сохранения теперь работают. Ну, есть пара спорных моментов. Типа того, что автор решил поменять цвет ваших юнитов на миникарте. Или сделал лишь три грейда на атаку защиту. То есть, улучшение атаки ближников, а атаки дальников. И защиты всех. Ну, в общем, делать то, что никто не просил. И такое ощущение, что он что-то находит интересное для себя. Или что-либо, что вот он его прям мучил. Вопрос, что надо как это сделать. И он просто это реализует. Не важно, оно вписывается в общий концепт этой модификации. Не вписывается. Главное сделать, потому что... А куда еще применять эти навыки? Ну вот, к сожалению, вот так вот. Есть и печальные новости. Хотя... Для кого как печальные новости в этом году? Я приостановил рубрику по Хардстоуну. Ну, скорее полноценно поставил ее на стоп. Хардстоун. Карточки. Больше никаких видосов по ним не выходят. В последнее время выходили одни потасовки. И я просто на 250 выпуске прикрыл рубрику. Больше не хочу ничего по ней снимать. В принципе, как тогда, так и сейчас такое же отношение. Конченная помойка. Если когда-нибудь будет что-то интересное и прикольное в этой игре, я обязательно сниму. А пока что с катертью дорожка. К этому мы больше возвращаться не будем. В принципе, 250 видео в одном плейлисте. Плюс куча видосов по приключениям и каким-то отдельным режимам в этой игры. Я думаю, это, в принципе, достойное завершение этой рубрики на канале. Она достаточно долго жила. В ней много видосов. Да, это, конечно, не третий Варкрафт, в котором получается гораздо больше видео. Но, тем не менее. Когда-нибудь это должно было случиться с таким-то подходом в игре. Дальше. Прошел Легионы Лорки. Небольшая кампания, которая одна из первых озвученной Силерой. Была прикольным. В целом понравилась. Не знал об этой кампании вообще. Так что... Позабавились, скажем так. Перевел полностью Повелителя Кланов 3.0. Ну, как полностью. Под видео перевел. Была озвучка. Был перевод. Вроде все прикольно. Сама кампания не очень прикольная, конечно. На текущий момент автор работает на HD переизданием этой кампании. Ну, там реально много всего именно рефоржевского. Полноценные детализированные модели с анимациями, как и в рефоржете. С пролетами камер, ракурсами и всем таким. Ну, как бы с точки зрения рефоржета потенциал есть у этой кампании. Ну, и еще, помимо этого, там автор работает на другой кампании. Которую сначала представили в классической графике. Потом был опрос. И, походу, она будет переведена в HD графику. И, кстати говоря, то же самое касается и других творений. Outsider XE. То же самое будет с Днём Дракона и Последним Хранителем. Когда-нибудь потенциально. Так что... Ожидайте HD переиздания всех этих творений. Была также попытка заплететь в Айзека. Начиная с модификации Finfolio. Но, правда, я снял немножко всего. Серии 3, наверное. И после этого... Как-то... Встало все у меня. И даже забил на Айзека. С тех пор игру ни разу не запускал. Резко у меня интерес к ней поубавился. Так что, да. Будет ли возобновление, я сказать не могу пока что. Получается, мне надо снова вспомнить, как в это играть. А я давно не играл. Все-таки, получается, уже полгода с тех пор прошло. Так что, хз. Вернусь ли я в Айзека. Даже ради модификаций. Но потенциал рубрики есть. Я ее не отменяю. Она просто на паузе. Вышла первая глава Undead of ReReforged. Мне предоставили эксклюзивный доступ к ютуберу. Я, разумеется, в это сыграл. Посмотрел. В целом, прикольненько. Хотя, изменения некоторые вопросы вызывает. По итогу, что? Мы, получается, ждем первый акт. Состоящий из двух глав и интерлюди. Первых двух глав. В начале 24-го года. То есть, пока что для всего мира, скажем так, в релиз. Сейчас творение еще не вышло. К тому же оно будет разбито по актам. Которые неизвестно сколько и как долго будут делаться. Так что, нам просто еще остается ждать и ждать. Разумеется, я сразу уже буду начинать со второй главы. Как только выйдет. Потому что первый я прошел. Вряд ли какие-то серьезные прям глобальные изменения будут в первой. Так что, ожидайте сразу второй главы. И, получается, интерлюди, которая там будет. Три главы у нас будут во втором акте. И последние три главы будут уже в завершающем третьем акте. Я так полагаю, что вся его работа растянется минимум до года 25-го с такими темпами. Ну, это не Азерот Реборн все-таки. У которого потенциал выходить каждые полгода есть. И автор уверенно идет. Сейчас он уже выпустил компанию Орды. То через полгода нас ждет компания Ночных Эльфов в завершении Рогенов Кеоса. А вот с Релефорждом другая история. Ну, такими темпами... Не знаю. К году сороковому может только автор закончить. Но к тому моменту мы все уже будем дедами на пенсии, наверное. Этот проект у него есть перспектива умереть раньше времени, к сожалению. Большие перспективы в этом плане. Очень печально. Но того, так скажем, требует искусство. Без жертв никуда. Прошел также за кастл. Прикольную РПГ карту. Которую... Ну, как прошел? Не до конца немножко. Там не дотянул немного. Из-за бага ее переигрывать не стал. За это время автор, конечно, обновления повыпускал. И, возможно, я когда-нибудь вновь вернусь в эту карту. И уже не знаю. Продолжу с того места, где остановился я. Либо же начну заново. В принципе, вы можете написать в комментариях вашу рекомендацию. Стоит ли начать сначала. Или же продолжить с того места, где я остановился. И просто добить уже эту карту. Но пока что я к ней не притрагивался. Одно из крупнейших событий для меня в этом году. Это релиз союза Success Refreshed. Долго кропотливо работал над этим творением я. В итоге компанию освежили. Добавили кучу нового всего. Обновили расу. Освежили геймплей. Вышло пара обновлений, включая полноценную поддержку Reforged'а. И его фич. Я хотел выпустить было видео по как раз таки тому, как я возился с фичами Reforged'а. Оно у меня записано, но не смонтировано. Это еще одно не вышедшее видео. Но, я думаю, оно скорее всего будет. Раз уж не в 23-м, то получается в 24-м году. Об этом стоит, наверное, рассказать. Ну, в общем, это был прикольный экспириенс переделки старой компании. Очевидный вопрос назревает, будет ли что-то еще. Я там в смутных временах что-то наобещал. Но это было еще даже до союза существ. Сейчас, на деле, я не знаю. Пока к этой компании я не притрагивался. Возможно, так и не притронусь. А может и притронусь, кто его знает. Один видос, как минимум, ожидает своего выхода. Его надо только начать сначала. Empire of Warcraft, разумеется, нашумевшая модификация от авторов Пробужденных. Тоже довольно прикольно. Я ее сыграл разок. Хотел было еще несколько раз сыграть, но руки не дошли. Не исключаю, что в будущем я еще раз в нее поиграю. Плюс, к тому же, модификация постоянно развивается и поддерживается. Выходит обновление. Так что повод всегда есть в это сыграть. Конечно, хотелось бы полноценную кампанию по их Empire of Warcraft. Потому что, если заходить в Конфу и периодически читать, там такие сюжеты, они порой выдумывают. Ах! Ну и раз я упомянул смутные времена, да, было прохождение этой кампании с тем же переводом. Я взял английскую версию и перевел. И, в общем-то, получилось то, что получилось. Сильвану Эльфийскую историю затронула такая простенькая кампания. Можно разочек сыграть. Я пытался кривой перевод сделать, как Лауа Мердова, можно сказать. Для этого даже целый отдельный инструмент написал, чтобы себе автоматизировать, так скажем, процесс перевода. Пока публично он выпущен не будет. Ввиду того, что так или иначе его придется монетизировать. Даже если я не буду выгоду получить вам по конечному потребителю, платить все равно за это придется. Скажем так, из-за инструментов, которые используются для автоматизации этого перевода кривого, то за них нужно платить. Так что, тут два варианта. Либо вы платите мне, как разработчику, я в свою очередь оплачиваю этот инструмент, либо вы платите напрямую авторам этого инструментария и уже сколько, на какой лимит, скажем так, это ваши проблемы. Но, да, проект также, скажем так, стал на пазл. Я пару раз сделал кривой перевод, но что-то это одно из мало просматриваемых, один из мало просматриваемых форматов, что вот удивительно. Были предложения продолжить кривой перевод Ламерда. Ну, не знаю я пока, не знаю, не знаю. Пока, наверное, я все-таки не рискну это делать. Пускай он сам его докончит. Ну, это, конечно, если смотреть объективно, весьма-весьма крайне маловероятно. Просто безумно маловероятно. Еще одно крупное, весомое событие этого года наконец-таки завершилось Spirituality's End. Я вам напомню, что это альтернативная кампания Warcraft Alternate, где персонажей свапнули и адаптировали под них сюжет. Целая сага Regan of Shadows. Это, наверное, первый автор, кто вот прям полноценно весь Regan of Chaos смог под что-то переделать полностью. Все. Regan of Shadows, он вышел. Все готово. Да, автор еще там планирует какие-то обновления по всей кампании, озвучку засунуть. Но в целом все, да. Мы дожили. Это невероятно, на самом деле. Удивительно. С чего начинался проект? Простой свап раз. В итоге он переросся в то, что автор там полноценно какие-то механики вводит даже. На примере Spiritualities End это видно особенно сильно. Ну и, конечно, теперь еще АИ-озвучка будет там. В общем, это все коснется и других его проектов. Там тоже будет озвучка и какие-то дополнения. Но, с другой стороны, судьба The Frozen Throne, то есть альтернатива The Frozen Throne, под большим вопросом, когда это будет выходить и будет ли вообще, неизвестно. В любом случае, хотя бы в чем-то точку автор поставил. И я рад, что смог стать свидетелем этого. Ну и на конец этого года у нас главный релиз это Beyond the Dark Portal. Наверное, единственная такая более-менее нормальная кампания за этот год. Хотя я уже упомянул ужасы Накс Рабоса, так что это не единственная кампания. В любом случае, она большая. Я ее прошел, испытал горение в пятой точке, да и не только. Было жестко, но все-таки я ее добил. И сейчас активно идет прохождение на моем канале. Которое, да, определенно растянется на несколько месяцев. Я думаю, январь еще точно будет там. Возможно, и на февраль достанется что-то. Там все-таки последние миссии, они довольно большие. Идут далеко не по 10 минут. Часто по часу, а то и больше. Кампания жесткая. В ней лютый дисбаланс. И я все больше и больше под конец бомблю. Вы сами все это увидите. И свое, так сказать, мнение я, разумеется, выскажу в самом конце прохождения. В любом случае, релиз, который стоит, наверное, в этом году сыграть. Играйте только, не знаю, что на нормале или на низком. Но не на харде, не потянете, скорее всего. Я упоминал ранее, что я сделал инструментарий себе для перевода. И вот первый проект под этим инструментарием вышел. Операция сумрак. Небольшая карта. Очень старая. Для многих это что-то из детства на пиратских дисках. Ну, в общем-то, я ее прошел, перевел и выложил целый файл, который можно скачать. Самому заценить, защупать. Прикол в том, что у этого проекта, из него родился другой абсолютно проект. Ну и, в общем-то, там его гораздо больше. И, возможно, я когда-нибудь сыграю, но он большой на английском. И все это переводить я задолбаюсь. Так что я не знаю когда. Возможно, я зря себе поставил задачу переводить теперь каждое творение полноценно. То есть, все полностью. Не только то, что в видео фигурирует. И выкладывать это потом для всех. Возможно, зря. Скорее всего, как-то я это все переиначу. И, возможно, будет далеко не все под переводом. Посмотрим. Ну и сам нам был, конечно же, тоже релиз этого года. Еще один прикольная компашка. С нестандартной немного для Варкрафта боевкой. Я ее озвучил своими силами, без бота Силеры. И, в принципе, она уже должна быть выложена на канале. Довольно средней длительности, наверное, она получилась. Прикольная. Но жаль, что прикольность ее далеко не многие оценили. Очень низкие просмотры. Что вот странно, как по мне. Обычно компании более-менее смотрят. Но почему-то такие, как сам Намбуа. Которые как-то немного отступают от своего жанра. От жанра Варика. Их не смотрят практически. И то же самое, увы, коснулось сам Намбуа. Очень жаль, конечно. Но это труба. Красная. Своими силами здесь ничего не в состоянии сделать уже. Ну, в общем-то, это все. Все, что вспомнил я, я перечислил. Такой вот у нас год. У вас наверняка вопрос, каковы мои планы на будущее. Ну, я уже озвучил ранее, что это пара компаний от The Guy From Bar. Это, получается, ужас в Наксрамосе премиум не коронованного. Ну, это, разумеется, дальше Каник Портал 2. Это попытаться начать Ментал Омегу. Я надеюсь, в этом году я ее начну. Насколько долго ей будет она, я не знаю. Но я открыл, как я говорил, я открыл модификацию. Там куча миссий. Вполне возможно, прохождение может затянуться на год с лишним, с таким-то объемом. И модификация будет довольно долго фигурировать на канале. Главное начать, конечно же. Насчет каких-то отдельных таких роликов, монтажиков, чего-то такого обещать не могу. У меня есть пара незавершенных проектов, которые я планировал на этот год. Но так и не сделал их. Опять же, это тот ролик по тому, как я обновлял Союз Существ под рефоржит. Я думаю, его сделаю в этом году все-таки. И второе, это Мастерская Интеллекта, который, в принципе, тоже сделан. Есть озвучка, есть материал. Надо только смонтировать. Но начать начало не получается. Насчет ролика про Союз Существ. Получается, там нет футажей под это дело. Надо будет их записать и тоже, получается, смонтировать. До этого руки так и не дошли. Если все пошло по плану, то под конец прошлого года, то есть 23-го, я выпустил расширенную версию монолитов. Она несколько раз фигурировала в моих футажах, подкастах. Вы ее видели, спрашивали. И я наконец-то ее решил приукрасить и выпустить. Все-таки, что ей там валяться? Я к ней давно не притрагивался. А теперь, по крайней мере, вы сможете сами заценить это творение. Но полностью открытое для редактирования. Что хотите с ним, делайте. Можете посмотреть, как все сделано. Все использует система этой карты. Просто теперь там гораздо больше рас. Будут ли обновления? Потенциально могут быть какие-то новые расы. Но возвращаться пока у меня к этому нет желания. Я максимум не знаю, какие-то ошибки, баги и баланс пофикшу. И, наверное, все. Хотя были идеи на режимы типа FFA добавить или монолиты на монолиты и всякую прочую такую дичь. Были идеи сделать бафы в зависимости от тайлсета монолитов. Ну, то есть, там, для Ашенваля какая-то аура. Для Пустошей там другая аура. Для, получается, там, что у нас еще? Летнего Вордерона. Еще какой-то массовый баф и так далее, и так далее. Такие штуки, в общем-то, понадоблять в карту. Ну, да, это так и не было воплощено в жизнь. В любом случае, вот, играбельная версия. Надеюсь, что тут будет что-то ловить. Можете порекомендовать в комментариях, что мне вообще с этим делать. Я надеюсь, что в этом году хотя бы одну кампанию я все-таки затрону, переведу. По идее, я планировал приключения Джо ремастерить. Точнее, теперь это уже ремейк, то есть Джо Квест. Перевести и выложить на канал с озвучкой. Но пока что я максимум только что-то там начинал. Один из редких случаев, когда начал, но не продолжил. Но тогда были обстоятельства, я отвлекся на кучу всего другого. Поэтому, наверное, я вернусь к этому проекту. И начну наконец-таки переводить это все дело и выкладывать. Но пока что в приоритете другие вещи. Ну, в принципе, это все. Дальше я загадывать не могу, что будет. Планов, как таковых глобальных, нет. Про конкурсы я уже сказал, что планов тоже нету. Возможно, какие-то будут конкурсы. Или не будут. Я не знаю. Это все, в принципе, зависит от того, как сейчас конкурс головолом будет проведен. После конкурса, как правило, нужен отдых какой-то от него. Ну, потому что разное случается. Бывает то, что было с конкурсом раз. Вот этот дикий перехайп. Вот эти срачи все. Все это тоже, конечно, бьет по настроению. Или же наоборот. Когда про конкурс молчат, все как-то слишком тихо проходит. Работы почти не выложены. И все плохо. И ты такой в депрессии. Это, походу, никому не нужно. И все такое. Насчет каких-то игр тоже загадывать не могу. Маловероятно, что что-то появится. Но если появится какое-то вдохновение и желание, то, разумеется, потенциально может быть что-то добудет. Но пока что обещать не могу. Ментал Омега под вопросом. Но в течение года я надеюсь, что все-таки найду в себе силы начать. Портал 2, разумеется, абсолютно никуда не денется. Как минимум на несколько месяцев запасы есть. Плюс Портал Революшн, который я наверняка в этом году сниму. Даже вероятнее всего в начале этого года. И постараюсь в приоритет прохождение этого мода поставить. В остальном все. Я думаю, я сказал все, что я хотел. Теперь пришло время открыть вопросы под телегой. Которые, как ни странно, я, наверное, впервые за это время не открывал их. И посмотреть, что вы там позадавали. Разумеется, я буду отвечать только на то, что мне не интересно. Я не буду отвечать на все подряд. Потому что этот подкаст, он уже, наверное, достаточно большим получился. Плюс еще часть с фейверками будет. Ну, а я уже точно буду короткое делать. Итак, поехали. Ё-моё, 48 комментариев. По-моему, такого никогда не было. Вот уж, что бывает, когда телегу свою развиваешь. Первый вопрос. Когда легенды Аркайна? Извините. Отвечу, наверное, последний раз на этот вопрос. И без шуток. Объективно, честно, нет желания играть во вторые книги. Вообще никакого. Но не хочу я их просто. Не так, не сяк. Были идеи там что-то шуточное сделать. Ну, чтобы сыграть в это шуточное, надо, чтобы что-то кто-то сделал. И изначально были мысли на конкурс трэш-карт по легендам Аркайна. Но там фокус на Хигамо сместился, поэтому вот. В общем-то, да, если кто-то что-то забавное сделает по легендам Аркайна, что там без усилий особых можно будет сыграть и даже, не знаю, приурочить первому апреля, то сделайте, скидывайте. Такое, я думаю, можно будет заценить. Но потенциально вторые книги я трогать не буду. Ну, не хочу просто их трогать. Тем более за меня их уже, скажем так, потрогали. И после услышанного я их точно не хочу играть. Так что, нет. Никто меня в этом не переубедит. Просто никто. Какой бы чудесной кампании не казалось, у меня на этот счет свое абсолютно противоположное мнение. Будут ли стримы с подписчиками еще когда-нибудь? Вопрос, который из года в год фигурирует. И из года в год ответ в будущем когда-нибудь да. Но не сейчас. Не знаю, может в этом году что-то измениться. Потенциально могло в 23-м поменяться. Но в силу непреодолимых обстоятельств не поменялось. Так что, надеемся на 24-й год. Если что-то интересное, что-то счастливое произойдет, что вот так сложатся звезды и стримы возобновятся, я обязательно об этом сообщу. А пока до того момента 100% нет. Не будут. Ладно, спрошу. В планах до горького конца есть смысл пройти? Хоть когда-нибудь, то все равно же придется. Буду каждый год спрошу эти каждый подкаст. Ну, вообще, кажется, я обещал в 23-м году или что-то такое упоминал, так и не прошел. Опять же, как и всегда, возможно, потенциально, можно внести в план на 24-й год. Но пока что в приоритете другие компании. Но все-таки до горького конца, конечно, да, определенно затронуть надо. Я, в принципе, думаю, уже морально более-менее готов к тому, чтобы пройти эту компанию и озвучить ее. Так что, вполне возможно, это будет компания 24-го года. Но ничего не хочу обещать. Не хочу обещать. Сейчас пообещаю и не выполню. Так что нет. Будет ли прохождение GTA 6 на канале? Учитывая, что были другие GTA, я не исключаю. Но абсолютно не гарантирую. Во-первых, выхода этой игры надо дождаться. Это минимум два года. И то эти два года до выхода на приставки. А еще пару лет придется ждать на ПК. В текущий бой ПК, я подозреваю, никак не подтянет эту игру. Получается, к этому времени надо обновиться. Но промежуток достаточно большой, чтобы что-то тут гадать. Поэтому я не знаю. К моменту, когда эта игра выйдет на устройство, на котором я смогу сыграть. Или когда у меня появится устройство после выхода этой игры, на котором я смогу сыграть. Ну, все может поменяться. Абсолютно все. Вплоть до того, что, я не знаю, перестану в Warcraft играть. Да? Ладно. Это вряд ли. Хе-хе. Но, все-таки, все может быть. Так что, слишком большой срок, чтобы гадать, будет ли что-то. Я не могу на этот вопрос ответить. Там вышел фан-игра Under the Yellow. Будет ли что-нибудь по типу прохождения или обзоров? Вот, кстати, кандидат на то, чтобы, наверное, какое-то прохождение в 2024 году снять. Отлично от того, что сейчас. Почему бы нет? Но, опять же, как я неоднократно за это видео сказал, самое сложное это начать начало. Поэтому, надо просто начать. Нужно морально подготовиться к этому и сыграть. Ну, а проблема в том, что, я так подозреваю, Under the Yellow на английском будет. Все, что там есть, я перевести не смогу. Если это на английском, то точно никакого прохождения. Ожидать не стоит. Если она на русском, то можем. Опять же, я бы мог позвать Силендиуса провести стрим, но это невозможно ввиду текущих обстоятельств. Так что, увы, ребятки, пока что, наверное, она без Under the Yellow. Что думаешь о Stormgate? Будет по ней видео, когда ее выпустят. Опять же, тоже слишком большой срок, чтобы загадывать далеко. Правда, не такой большой, как в Warcraft. Я думаю, все-таки год выхода будет, наверное, 25, скорее всего. 24 очень мало выбирает. Потому что сейчас, с конец 23, идет закрытая бета. Или альфа, что там вообще. В общем-то, игру-то еще делать и делать. И лучше бы они, конечно, не торопились с выпуском. Но они могут это сделать в конце 24 года. Но минимум год еще ждать до того, как эта игра выйдет. Ну, если там будет что-то интересное, то, наверное, я сыграю. Пока прям такого интереса игра не вызывает у меня абсолютно. Какая-то мешанина Дьявола из StarCraft. Очень пресная. Ничего такого там интересного я не вижу для себя. Из этого следует вывод, что меня в первую очередь интересует именно модмейкерская часть. Что-то можно делать, что выпускать. Какие там будут модификации. Если игра сама не зацепит. Но на это, опять же, тоже нужно приличное количество времени. Так что, я думаю, до потенциально 25 до 26 года гадать и гадать. Так, Глеб Марков. У меня есть три вопроса. Какие кампании планируются к прохождению и что из этого уже записано? Я, в принципе, перечислил, что уже записано. Могу еще добавить, что у меня вся линейка ремейков. После Джо Квеста записано. То есть, это прохождение Мордорка и сказание о Дендре. Это все записано еще год назад даже. И все это надо перевести, озвучить и выложить. Это все есть. Помимо этого, есть какие-то мелкие кампании, которые стыдно упоминать. Но они, скорее всего, как филлеры будут в случае чего дыры заполнить на канале. Но они рано или поздно выйдут. И у меня там куча разных папок с записями Варика по разным другим кампаниям, которые я даже сейчас не вспомню. Но они тоже когда-нибудь будут. Рано или поздно. Самые ближайшие, самые потенциальные планы я озвучу. Стоит ли ждать прохождения до кампании схода Орды, реклассик от СГМ? Я думаю, надо еще какое-то время прождать. Потому что людей задолбало, что постоянно какие-то модификации я прохожу, которые переиначивают то, что уже видели десятки миллиардов раз. А именно те же исходы Орды, кампании Альянса. Вот это вот падение Вардерона. Десять тысяч раз это уже видели. Да и мне это, честно говоря, немного надоело. Поэтому пока нет. Может быть через какое-то время мое мнение изменится. Уже все-таки достаточно много времени прошло. С тех пор, как последний раз была переделка оригинальной игры у меня на канале. Как несколько новостей, чтобы Microsoft купил Activision Blizzard. Я, в принципе, это тоже озвучил момент. В целом, я не испытываю какого-то оптимизма на этот счет. Нужно подождать хотя бы год, а лучше два, чтобы понять вектор направления их планов. Что вообще с ними будут делать. Будут ли какие-то проекты. Судя по тому, что пока показали, показывать им нечего. Ну, я имею ввиду на текущем прошедшем близкой. И я сильно сомневаюсь, что за год как-то ситуация может перемениться. Пока что, весь упор, все внимание на себя держит World of Warcraft и немного Diablo 4, наверное. Ну, Diablo 4, скорее, потому что она только вышла в 23-м году. Так что, да. Вроде где-то упоминалось, что, возможно, будут уроки по редактору Варика. Вопрос такой. Стоит ли ждать уроки по джаз? Просто тема интересная. А на ютубе, да и вообще в видео формате по нему мало чего можно найти. Опять же, тут самая проблема, это начать начало. И плюс у меня нет каких-то конкретных идей, что снимать такого. Понимаете, все уроки обычно строятся до того, как какая-то теория, в общем, рассказывается без показа каких-то примеров. А по мне, в данном конкретном случае с джазом это вообще в целом возможно. Лучшим примером, демонстрацией того, как орудовать этим языком будут какие-то яркие примеры. Какой-то небольшой проект, возможно, задумать и написать там на джазе. Придумать какого-то героя, не знаю, написать его скиллы на джазе. И все в таком духе. Мне не хватает идей, не хватает мотивации и самое главное, начать никак не могу. Так что да, хз. Да, у меня были планы после конкурса раз, что-то там записать. Я уже забыл даже об этом, если честно. Я не помню, что я хотел записать. Так что да. Ну, как я сказал, вот по союзу существ, то что я упоминал, перенос на рефоржет. Там как раз тема связана с джазом. Он будет. Вернуться ли когда-нибудь видео с интересными картами по варику? Что ты имеешь в виду? Если ты имеешь в виду одиночные карты, то они время от времени выходят. Просто, конечно, да, приоритет на кампаниях. Карт не так много, которые бы прям хотелось сыграть. Если речь о рубрике играем в Warcraft 3, то она приостановлена по как раз таки причине, по которой стримы не проводятся. Но вообще у меня есть запасы еще с тех давних времен, когда еще с Ламердом играли. Я так не выложил. Я все хочу. Хочу это смонтировать. Хочу это выложить. Но никак. Никак руки не дойдут просто до этого. Хочу ли ты проходить другие игры в жанре JTS помимо CNC? Потенциально, да. Но далеко так будущее тоже не хотелось бы загадывать. Я не уверен. Сейчас конкретно, на текущий момент у меня нет планов как-то затрагивать другие игры. Поэтому, да. В ближайшее время, наверное, ждать не стоит ничего. Я уже три раза, если не больше, слышал, что стримов и игр с подписчиками нет возможности. Но я до сих пор не понимаю почему. Интернет есть, микрофон есть, время любое найдется. С тобой люди из любых часовых колесов будут готовы поиграть. Из года в год одни и те же вопросы, ответов нет. Почему ты не разгонишь... Так, это отдельный вопрос. Объясняю. Текущая обстановка мне не позволяет проводить стримы. Вы заметили, возможно, сколько тут склеек. В конце конторы очень слышны отчетливо мигалки на улице. Под этим невозможно нормально что-то записывать. Но да, это не первая причина, конечно. Я не могу гарантировать, что стримы будут какими-то постоянными. Что они стабильно какое-то время будут проводиться. Что меня не выдернут случайно в какой-то момент. И я не могу их проводить в вечернее время. Когда большая часть народа спокойно сможет присоединиться. Или в выходные, допустим. У меня нет такой возможности это делать. Просто сейчас такое время. И уже тогда достаточно давно. Это может измениться когда-нибудь. Но не сейчас. Даже несмотря на то, что да, есть микрофон, есть интернет. Этого мало. По крайней мере для такого привереды как я. Возможно раньше бы я как-то в таких кустарных условиях бы делал. Но сейчас нет. Нет и все. Пожалуйста. Почему ты не разгонишь шатер из ВК? Там люди обсуждают что угодно только не тебя, не твой канал и не видео по твоему каналу. Ну конфа не обо мне. Конфа тех, кто потенциально был подписан на меня. Я просто всех собрал в такой кружок по интересам. Почему она обязательно обо мне должна быть, вот этого я не понимаю. Просто не понимаю. Никто не обязан обсуждать лично меня. Поэтому я не знаю зачем разгонять. Я не строю вокруг себя культ личности какой-то. Не требую поклонения себе. Никогда этого не отобрял. Да и не нравится мне эта идея. Так что... Какой-то криш, какая-то дичь вообще. Есть челик про ногу, который в свое время проводил серию ивентов на протяжении года. Сами ивенты связаны общим названием MapCrap. Как тебе идея организовать подобное на своем канале? В отличии от конкурсов, где ты критикуешь контентных участников, в условном MapCrap в ивентах будут нарушено созданные треш карты на список высоких тематик в целях исключительного развлечения. Многие спросят, а зачем? Да очень просто. Люди будут набивать руку или просто по кайфу делать карты, чтобы в долгосрочной перспективе позволить создать пласт нормальных карт отделов, так как будет куча примеров и наработок. Ну, я не знаю. Целый год курировать такое событие у меня не получится, я думаю. Сомнительно, какая-то идея дай будут люди делать карты под это событие, причем треш тематики. Все-таки состязание треш карт по хигами показало, что, ну, так вот неделя всего была дана, но люди не очень-то охотно к этому отнеслись. Скорее, покрутили пальцем виска. Ну, я по крайней мере морально не готов к тому, чтобы на протяжении года в любой момент ожидать каких-то творений и потом еще гарантированно их записывать. Что-то такое мне уже предлагали, только речь шла не о треш картах, а в принципе о том, чтобы чисто люди какие-то творения предлагали, я бы в них играл. Я пока что к такому масштабу событий размаха я не готов. Ну, если кто-то на себя такую роль возьмет, возможно. Но пока что вы не я. Никол. Можно ли будет предложить игру на прохождение после окончания Red Alert? Ну, в принципе он окончился, можешь предлагать. Есть, в принципе, есть у тебя что-то такого прям интересного предложить? Предлагай. Но я ничего не могу обещать заранее. Как насчет стебного прохождения Легенд Аркайна? Типа начинается миссия, проходит консцена, а ты подрываешь абсолютно все четыре, что есть в арике, через минуту прерываешься на рекламную паузу, в которую можешь ставить все что угодно со своим участием. Вот по шиням до урока в кулинарии рекламная пауза заканчивается, у тебя почти вся база снесена, и ты такой, блин, я всего лишь на год отходил. Почему бедя снесли? Потом врубаешь победный чит, и начинается следующая миссия только ХЗ вместо твоего голоса Голос Силера, или Миссия идёт задом наперёд. Вот в таком бане, чтобы разбавить этот, который, наверное, чем-то интересным, забавным и смешным. Нет, ну, насчет стебного у меня были мысли. Как раз примерно, как ты описывал с читами, да? Но я хотел под это дело какую-то отдельную карту. Ну, типа, знаете, оно вроде должно быть похоже на Легенды Аркайна, начинался, возможно, так же, но как будто, знаете, что-то не так, что-то сломалось, какую-то пиратскую версию скачал, да? Ну, чтобы кто-то в таком духе, чтобы было. Для этого надо, чтобы кто-то это сделал. Но, увы, никто этого не сделает, так что эта идея отложена в дальний ящик. Ну, как бы, я твою задумку понял, но как раз единственная цена, на которую можно сделать, это то, что ты мне предложил, придумал. Остальное я не придумаю тупо просто и всё. Так что да, увы, не хватает мотивации начать начало. Насчет бандитского Вардерона. Он вроде как ещё жив как проект, и автор периодически делится некоторой информацией, но застрял на ремейках первых глав. Как думаешь, мы сможем увидеть продолжение, будешь ли ты его проходить вместе с измененными главами? Ну, если бы главы прям серьёзно-серьёзно будут изменены, можно сказать, ремейки будут, то да, я буду. Но с темпами, которые автор выдаёт, я что-то сильно сомневаюсь, что творение доживёт. Это, похоже, ещё один труп. Честно говоря, на месте автора я бы, наверное, всё-таки скорее сделал бы упор на то, чтобы завершить то, что уже готово, начато. А он всё по новой и по новой переделает. Ну, не знаю, мне кажется, он слишком строг себе порой. У него действительно неплохая компания, одна из немногих хороших, которая интересно играет, следит за сюжетом, в который можно персонажем сопереживать. Они все живые. Очень крутая компания. И жаль, что автор в десятый раз решил её переделать. Был ли этот год благотворён для тебя в каком-то творческом плане? Ну, выводы можете сделать сами из того, что я уже рассказал, потому что вышло на канале, я думаю, в принципе, окей. Типа, ну, окей. Ну, в общем, Чео тут задал кучу вопросов касательно перезапуска Reforged Warcraft 3. В целом они между собой связаны. Ну, в общем, давайте отвечу на всё это разом. Честно, каким я вижу перезапуск, я его никаким не вижу. Просто я не понимаю, он зачем нужен? Ну, что в этом перезапуске делать? Опять графику будут менять? Опять моддерам надо под что-то будет подстраиваться? Ну, ладно, моддерам похер, но графики-то уже, наверное, всё-таки привыкли в какой-то степени. И как эта графика должна бы выглядеть-то? Текстуры классические, более HD-шными сделать, может? Модельки чуть более полигональные. Ну, возможно, неплохой пример есть во втором StarCraft, где некоторые модели, перенесённые из Warcraft, переделали под более современную графику. Но я всё равно не понимаю, зачем этот перезапуск нужен. Ради графики его перезапускать? Типа, зачем? Игру просто надо немного доомады вести, избавиться от этого электрон-меню вебного. Вернуть вот то, что было в оригинальной игре. Как-то всё это более-менее адаптировать под современные реалии. И, не знаю, дать, наверное, больше инструментарий игрокам может. Чтобы там могли динамически прикреплять, допустим, какие-то параметры в карту, да? Где ты выбираешь, какая раса у тебя. В StarCraft II, насколько я знаю, это сделано. Почему бы не сделать в Warcraft? То есть, добавить вот этот инструментарий, чтобы ты мог в список свои расы добавлять. И на основе этого в игре какие-то функции воплощать. И всякое интересное. Но это лишь один из аспектов, которые я сейчас перечислю. Ну, его можно даже сделать и в вебенном этом дурацком меню. Но вот, тем не менее. А, в принципе, там буквально всё из коробки работало, можно сказать. Это в этом... В этой обновлённой менюшке Близзардам приходится всё восстанавливать и делать заново. И мы ожидаем этого годами. Только недавно, можно сказать, компании вернулись и сохранение с загрузками в сетевой игре. По мне, так, нужно просто допилить то, что хотели. Это неоднократно говорил. То есть, привести все компании к тому виду, к которому Близзард хотели привести это изначально. То есть, новые катсцены хотя бы завезите. Модельки этого... Это позволяет очень даже. С этими анимациями всякими, где персонажи проявляют эмоции, двигают руками, ногами, бошками своими. И происходит какой-то экшен. Короче, что-то в духе второго Старкрафта по катсценам сделать, да? И добавить этот самый редактор этих самых катсцен, который проскакивал в бете рефоржеза, но потом его вырезали. Даже если они что-то такое сделают, как можно искупить этот самый грешок с тем, что они уже успели натворить? Ну, я не знаю. Эту грязь невозможно смыть. Это пятно по репутации жесткое просто. Оно не отмоется. Все. Они это сделали. Даже если они все исправят, уже ты не будешь так смотреть на все эти творения их. Ты всегда будешь испытывать какой-то скепсис по отношению к ним. Что по поводу прогнозов. Blizzard под крылом Microsoft. Как я и сказал, нужно подождать и потом уже делать какие-то выводы. Пока что мой прогноз ничего не изменится. Но, конечно, хотелось бы, чтобы изменилось в положительную сторону. Но просто по факту покупка сама по себе ничего не дает. Надо что-то делать. Так что под большим вопросом, чем они там сейчас будут заниматься. Логин тут расписал огромное интервью, можно сказать, на 13 вопросов. Я, извиняюсь, отвечу только на некоторые. Потому что на все это отвечать уйдет еще половина подкаста. Поэтому я отвечу там на 1-2 вопроса и перейдем к следующему. Хотел бы ты пройти нестандартные кампании не в плане графона, а геймплея. И были ли подобные когда-то? Конечно, хотел бы. Я всегда люблю что-то необычное в Warcraft. Было ли когда-то подобное? Мне сложно вспомнить. Я могу разве что ужасы Наксрамаса упомянуть. Вот там что-то необычное реально. Могу Варден вспомнить сейчас, но я в нее не играл. В остальном же мне сложно сейчас сказать, что вот прям нестандартно для варика геймплея было для кампании какой-то где-то. Ну да, я бы очень хотел сыграть какую-то кампанию, которая как-то сильно отходит от жанра РТС, допустим. Да, не стратегия, не РПГшка какая-то, а вот что-то другое там. Шутер какой-то, например, с видом сверху, например. Когда-то давно я понял, что вы дружили самомерно, но сейчас у вас, по-моему, натянутые отношения. Почему? Отношения натянутые, я не знаю. Я бы, наверное, так не стал бы говорить. Я просто пару раз ткнул пальцем его дерьмо, которое он делает. Но в целом это ничего особо не поменяло. Ему вообще похер на это все. Сказать, что мы отдалились друг от друга, в принципе, можно. Ненавижу ли я его? Нет. Такого чувства я не испытываю. Я осуждаю его за некоторые вещи, которые он делает и за тот путь, который он сейчас избрал. Но в целом сказать, что мы враждуем, я не могу. Наверное. Каким состоялось твое знакомство с серией игр Warcraft? Кажется, я когда-то давно об этом рассказывал. Суть в том, что это даже не была моя первая игра. Я наткнулся на нее чисто случайно. Мне тогда было, наверное, лет семь-восемь. Кажется, восемь скорее. И тогда мне впервые ее запустила мама. Все началось с восьмой главы ТФТ ночных эльфов. Я ничего не понимал. И игра, мне кажется, не зашла. Потому что я, опять же, ничего не понял, ничего делать, никак играть вообще. И как-то, в итоге, так и забил на нее. Потом, через какое-то время, я вернулся к ней. Стал ее более подробнее тыкать. Сначала, кажется, я прошел Frozen Throne. И потом, внезапно, абсолютно для себя, я открыл Wrecking of Chaos. Да. Тогда там, в принципе, только этот значок видели. Когда, вот, я случайно, кажется, сам обнаружил значок Wrecking of Chaos. Запустил. Я с удивлением для себя обнаружил, что это какая-то отдельная игра. То есть, это тот же Warcraft. И там еще можно какие-то компании играть. Конечно же, я это все прошу. До тот момент у меня была какая-то пиратка, в которой была русская озвучка в Wrecking of Chaos. Но какой-то пиратский перевод в The Frozen Throne. Это была 1.07 версия. То есть, это фактически релизная версия The Frozen Throne. После этого я открыл для себя редактор. И что-то там по мелочи для себя тыкал. На этой версии клиента были какие-то сохранения еще в сетевой игре. И одно из моих любимых запомнившихся сохранений было сохранение на карте Друзья. где были четыре андеда и четыре компа вражеских. То есть, была битва четыре на четыре. Ну и соответственно, так как я там один игрок грузился, то все четыре мне попадались под контроль. И в какой-то момент я себе такой челлендж поставил, что я должен это пройти каким-то образом. И это мне даже удалось в тот момент. В редакторе я особо каких-то таких поделок не делал. Просто ставил юнитов, что-то тыкал там, изучал. Пытался что-то, что-то свое. Оттуда позже родились мои первые компании. Вот эти дурацкие, кринжовые. А потом я удалил Warcraft, кажется. Или компанию я позже разработал, уже не помню. В любом случае, в какой-то момент, да, я забросил Warcraft, удалил его. Год, наверное, не трогал. А потом мне он вновь повстречался у двоюродного брата на диске. На диске каком-то. Там были более новые версии, новые карты, новые компании. Конечно, я себе это захотел. Я все это до дыра облазил, сыграл. В итоге у меня, получается, были несколько версий Варика там. Включая там какие-нибудь возвращения Дьявола. В какой-то момент мне с антологией диск попадался. Я тоже его весь этот дыр обкатал. Там с паком из почти тысячи карт. Которые очень однотипные, скучные, неинтересные. Все под Regen of Chaos вообще они, как оказалось, сделаны. Ну, в общем, да. Такое вот у меня странное знакомство. Эта игра изначально никогда не была моей любимицей. Это впоследствии как-то так получилось, что в эту игру я стал играть больше всего. Особенно благодаря тому, что я канал веду. У меня основная тематика по Warcraft. Ну да, до этого я тоже ее достаточно часто поигрывал. В какой-то момент у меня появился интернет, локалка и, разумеется, я играл в Warcraft по сети. Это тоже было прикольно. Ну и, собственно говоря, вот я и дорос почти больше десяти лет назад. До того, что я снимаю ролики по Warcraft. Один из первых, между прочим. В своем видео на десятилетие канала я рассказывал, кажется, об этом, как я вообще к этому пришел. Так что можно там посмотреть. Но, если коротко, вообще, канал не с Warcraft даже начинался. Это только потом пришла идея, что можно снимать ролики по Warcraft, можно снимать прохождение по Warcraft. И тогда, по крайней мере, на русскоязычном пространстве на ютубе было одно прохождение. И то там было первое... Были первые пару глав падения Вардерона и все. Так что я, можно сказать, был первопроходцем в этом плане. Снимал прохождение. Снял прохождение Warcraft за пару месяцев буквально. Это большая игра, если что. Там почти сто видосов можно наплодить. И потом уже начались вот эти вот сплеи мультиплеерные, компании. Потом канал мой удалили. Так что заново все пришлось переснимать. И в итоге вот мы доросли до того, что вот я уже больше десяти лет этим занимаюсь. И продолжаю заниматься по сей день. Ну, потому что... Продолжают выходить творения. Продолжают всплывать какие-то творения, которые я не играл, которые можно интересно пощупать. Каковы были мои ощущения от первого активного введения канала на YouTube? Ну, слушайте, я, можно сказать, был so excited. Я был весь вовлечен в этот процесс. Ни секунды практически не проходило, чтобы я не снимал видосы. Это были абсолютно калхозные условия. Но, да, я снимал их практически нон-стопом тогда. Умудрялся как-то снимать, умудрялся их как-то монтировать, рендерить и заливать очень быстро. Так что, да, раньше спокойно по несколько сотен видосов в год я заливал. Там часто цифры за тысячу выходили. Так что, таким вот образом, за десяток лет более семи тысяч видео на канале накопилось. Конечно, не только по Варкрафту. Я даже не знаю, сколько их. Половина, наверное, как минимум, всех этих видосов именно варик составляет. Как за огромное количество пройденных кампаний, в общем, какая у меня любимые представители, какая самолюбимая. Я не знаю почему, но мне в душу прям врезается кампания Дворф. Это такой, знаете, крепкий представитель своего жанра. То, какими кампании должны быть, наверное. То, что здесь есть всё. Сюжет, механики интересные, герои интересные. Исследовать места эти очень интересно. Основных много секретов, загадок, карты большие. Буквально там, не знаю сколько, по два-три часа ты на каждую главу тратишь. И за это время ты кучу всего умудряешься узнать. Кучу друзей себе завести. Конечно, мне вторая глава больше всего нравится, потому что там больше всего возможностей. Ты буквально по древнему городу Дворф ходишь, бегаешь, секреты узнаешь. Помимо того, что ты с этими монстрами дерешься. Там, не знаю, древнее бухло. Дворфов находишь. Библиотеку древнюю. Загадку забавно выкадываешь. Подкрепление мертвецов получаешь. Как с гновами дружишься. Узнаешь секреты разработки, чертежи вот этого гигантского танка, который башни сносит. Там, дерешься с какими-то невероятно крутыми монстрами, артефакты себе получаешь. Да, мне нравится эта компания. Я недавно ее переигрывал. И в принципе у меня все еще те же чувства. Чего я кстати не могу сказать о компании гновов, которая является спин-оффом или продолжением этого проекта. Я ее недавно переграл в последнюю версию и она кажется куда скуднее и слабее, чем ее предшественница. Я не знаю с чем связано и впрочем автор так и не продолжил это творение. Что еще более странно. То есть еще один мертвый проект. Но во всяком случае хотя бы компания Дворфов, она логически завершена. Это круто. Из хороших таких компаний могу еще отметить уже Санакс Рамоса недавно, то что я прошел. Мне прям очень понравилось. Она очень хорошая компания. Это реально что-то необычное. Сюжет, где тебя постоянно держат напряжение. Который строится вокруг страха. Вокруг того, что каждый, каждый готов над тобой поиздеваться, убить, зарезать. Ты должен выживать в этом ублюдочном, мрачном месте. И при этом ты должен выполнять как-то свою работу. И какая-то надежда в этом теплится. Что ты возможно вот сбежишь. Вот чуть-чуть еще, ну вот что-то. Но вот тут сбежишь. В итоге конечно это спойлер. Что в итоге. Но в общем мне компания очень понравилась. Это для меня было прям откровением. Этого года. Если еще вспоминать представителей жанра. То это, наверное, проклятие отрекшихся и рассветать вам в крови 3.0. Это прям крепкий представитель своего жанра. Тоже то, какими должны быть классические. Вот в самом классическом понимании компании Варкрафта. То есть стилистики Близзарда. Вот. Они хорошие. В остальном я, наверное, сейчас особо не вспомню. Но были еще какие-то. Сифом пару вопросов задал. На которые я уже как раз только что ответил. Поэтому чуть-чуть скипнем. И перейдем к вопросу. Как тебе в этот год в плане релизов? Ну, кстати говоря, этот год в плане релизов. Если считать именно Варкрафт. Неплох. Мы получили компанию The Guy From Bar. Неплохие. Весьма, кстати говоря. Я про ужасы Nox Remus, если что. Ну и про бремя не коронованного. Тоже окей. Мы получили Beyond the Dark Portal. Это наследник-продолжатель Tides of Darkness. Если отбросить сложность, то в целом компания неплохая. Ну и какой год золотой для HGM и боддинка Варрика в целом. Я считаю, что золотые времена были в десятые годы. Конец нулевых. Когда я как раз только получил интернет. И начал шерстить интернет на предмет того, какие штуки есть для Варрика. В этот год-то, ну, реально много вкусного вышел. Но это, конечно, скорее играет сейчас со мной ностальгия. Со мной говорит, да? А не объективность. Ну, не знаю. Ну, мне кажется, вот этот период. Конец нулевых. Начало десятых. Это золотое время для моддинга. Когда было куча громких анонсов. Когда были интересные потенциальные проекты. Которые, конечно, как оказалось, они так и не вышли. Ну, золотое время еще для Хигамы. Это когда, получается, вот эти проекты. Типа того, что там про Короля Лича Толерата было. Про, опять же, тот же Тайдс оф Даркнес, кажется. Тоже по второму Варику. Когда вот эти модели в его стилистике уникально делались. И у этой компании, и у этих компаний был потенциал. Гигантский потенциал. Но так и не вышло. Там еще какие-то были отдельные проекты. Опять же тоже, кажется, по второму Варику. Который разрабатывался в виде целой модификации огромной. Тоже не вышел. Много чего не вышло. Но это были золотые времена, когда можно было помечтать. И вау. Через несколько лет тут такие вещи в Варкрафте. Сейчас такого, конечно, не скажешь. Нет ни одного проекта, что вот прям ты смотришь на него. Когда же он выйдет? Я так хочу в него сыграть. Я так хочу его пощупать. Ни один проект у меня такого чувства не вызывает. Просто. Возможно, это, кстати говоря, из-за опыта. Ну и, скорее всего, потому что... Ну... Так, наверное, поменялась презентация проектов. В хигами, во всяком случае, все в кашу какую-то смешалось. Да, там время от времени что-то интересное проскакивало, но точно таким же образом быстро о нем все это забывалось. На хайве так вообще это форум. Так что там сложно какие-то выводы делать о том, что там интересное будет. Если спрашивать о том, попал ли мадмейкинг Варика, да, наверное. Но, по крайней мере, теперь нет громких обещаний того, что там выйдет, не выйдет. Мы хотя бы что-то имеем и можем в это играть на текущий уже 24-й год, получается. Твое мнение насчет Stormgate. Ну, в принципе, я согласен с тем, что написано, что ничего инновационного, по крайней мере, пока нет. Под распилом, конечно, вопрос, но они на Kickstarter вроде что-то миллион собрали спокойно. И вправду ту игра не вызывает того чувства, что вот ты хочешь сыграть, да? По секрету скажу, меня на бету позвали закрытую. Я ни разу игру не запустил. У меня не было такого желания, что вот я захочу ее запустить. Я даже скачал игру, но я не запустил ее ни разу. Вот вообще ни разу. Не было такого желания, чтобы бросить свои дела или бросить свой досуг и пойти сыграть в нее. Не было. Так что... Я не знаю. Я ничего не жду от Stormgate. Хотелось бы, чтобы это было что-то революционное. Это вряд ли. Хотелось бы узнать, как ты пришел в IT. Опять же, я что-то такое рассказывал в своем ролике на десятилетие. Мой путь начинается где-то в году 2009-10. Еще до этого я очень сильно интересовался, скажем так, инструментами, внутренностями винды. И все любил тыкать. Меня в свое время оставались всякие самоучители по Windows XP, учебники информатики. Я все это любил читать. Мне это было интересно. Да, один из тех, кто прочитал учебник информатики. Там были программы, которые я не мог у себя найти. Это даже было еще до 2009-го, до того, как у меня интернет появился. Но с появлением интернета, какое-то время, конечно, я пока осваивался. Наварик очень сильно залипал. В какой-то момент просто мне приспичило начать изучать программирование полноценно. И я начинал с PHP, конечно же. Разработка сайтов, все такое. Мне это легко давалось. Мне это очень нравилось. Конечно, тут стороной JavaScript никак нельзя обойти. В итоге, конечно, в универе я был впереди всей планеты. В те еще года. Исторический Pascal изучали, который нафиг не нужен. Чуть-чуть C++ там был. Который, честно говоря, мне до сих пор не нравится. Тяжелый для меня язык. Учитывая, что я с пыхи начал, где не надо заранее размечать в себе области памяти. Где все на автомате делается. А вот это вот все это не мое. Ну, в общем-то, как-то я так и вырос до того, что меня все-таки в одну конторку позвали. Там была забавная история, что меня сначала позвали после универа. Но руководитель на меня был забил, поэтому я ушел. И он спустя месяц написал, привет, как дела? Когда я уже не ходил давно. Потом меня снова туда позвали уже через другого. И все-таки я кое-как влился туда. И все пошло, поехало. Сейчас я уверенно себя чувствую в PHP, в JavaScript. Пишу, использую Vue, React. На PHP Symphony использую. С Python немножко баловался было дело. Мобилки разрабатываю, преимущественно подается на Swift пишу. На React Native что-то я там писал. Да, у меня есть пара выпущенных приложений за моими плечами от лица компании. Проекты внутренние какие-то я тоже делаю. Да, в принципе, продолжаю делать этот проект. Я, как минимум, один проект до сих пор, с момента того, как я, в принципе, там в компании появился, под моим началом он до сих пор идет. И на этом проекте очень многое в компании, на самом деле, держится. Но, скажем так, компания не лучшее место, где бы я хотел бы работать. Очень много времени, ну, скажем так, у меня свободного. Слишком много, я бы сказал. Для кого-то это может быть плюс, и для меня это плюс, потому что я могу ютубом заниматься спокойно. Но порой бывают времена, когда тебе делать абсолютно нечего, ютубом заниматься не хочется. Ну, такое себе. С другой стороны, порой какие-то всякие глупости всплывают. Но сейчас за год последнее руководство поменялось, все вроде как в лучшую сторону идет. Но сейчас опять какая-то дичь спула. Но я не буду об этом распространяться. В общем-то, пока меня более-менее это все устраивает. Будет ли все-таки видос по бете Варик? Хороший вопрос. Ответ на него очень простой. Нужно начать начало. Все просто. Материалы, записанные давным-давно, лет пять назад еще есть. Нужно написать текст. Нужно озвучить его и смонтировать. Звучит просто. На деле, это очень тяжело. Тяжело начать, реально. Не знаю я, будет ли что-то, что-нибудь. Но рассказать там, на самом деле, если подумать, есть что много чего интересного. И, в принципе, это все вопросы, которые попали в этот подкаст. Больше я отвечать, наверное, не буду. Видос получился гигантским. Я рассказал все, что хотел. Подвел в итоге года. Что у нас там на канале было. Что было. То, что не касается канала. Но связано с ним. На ваши вопросы поотвечал. И, в принципе, пришло время. Фейверков. Переходим на балкон. Welcome в Майя Святая Святых. Мы традиционно вместе на балкончике, где из года в год уже на протяжении многих-многих лет проводятся фейерверки. Это новогоднее видеообращение, которое теперь совмещено вместе с новогодним подкастом в одном гигантском видео. Что же. Считанные минуты остаются домой аккуратным, до фейерверков, возможных в небе, до конца 23-го года. И, что ж, пришло время проводить этот уходящий год. Вкратце, если абстрагироваться от мировых событий, то в целом он даже не плох, наверное. Ну, по крайней мере, лично для меня. Ничего смертельного, скажем так, ничего слишком плохого за этот год не произошло. В основном положительные вещи. Это все даже начиная от патчев рефоржда, которым вернули доп-компании, сейвы в сетевых играх. И пофиксили разные баги. Да, конечно, как обычно, в духе Blizzard они что-то завезли, но в целом, я бы даже сказал, это без казусов каких-то особо было. Я провел три неплохих конкурса. Хотя, считать соревнования за конкурс, это, конечно, я ЧСВ-то еще. И пусть вот на текущий момент проводится еще один конкурс. Я пока ничего не знаю о том. Знаю только лишь несколько участников. Работу свои сдали. Но еще есть время, чтобы они... чтобы сдали те, кто еще не сдал. Так что, в любом случае, вы уже в телеге, скорее всего, увидели инфу по конкурсу. Читайте, если еще не знаете. Короче говоря, я провел новогодний конкурс. Ну, итоги подвел практически. Работы показал. Мы получили морозка. Мы получили заказ елку. И еще пара незначительных. Ладно. Одна все-таки карта. Ее стоит упомянуть. С неплохими механиками. Правда, сорян, я на самом деле ее забыл. В любом случае она тоже неплохая. Провел треш-конкурс карт по Хигаме. Получили завод Хигамы. Провел конкурс раз просто с невероятным выхлопом. Столько хейтеров. Я, наверное, никогда в жизни своей не получал. Настолько много. Настолько сильный хейт, что до сих пор отголоски. Его пробиваются сквозь ткань времени. Даже сейчас. В эти минуты. Всякие Димы 5-4-3-2 ищут способы захейтить меня за кибербуллит. Испортить мне конкурс, который сейчас проводится. Конкурс головоломок. Я надеюсь, что на нем будут не менее успешные работы. Помимо этого мы получили неплохие творения в этом году. Есть релизы интересные. В целом, по-моему, такой год относительно более-менее прикольный в плане релизов. Лично я, допустим, кайфанул Аталон Лейк 2 в сюжетном плане. Не геймплейном точно, а определенно. Сюжетом это да. Геймплейн это вряд ли. Некоторые другие игры я сыграл, которые не касаются этого года. Но вы слышали оста одной из этих игр именно в этом видео. Догадайтесь, какая. И вы поймете, во что я сыграл недавно. Так даже на вскидку, конечно, я не вспомню, что я еще играл. Ну да ладно, это не важно. Сколько у нас там еще времени есть, чтобы поболтать? Не целых восемь идут еще. Можно поболтать перед началом нового года. Собственно говоря, неплохой год выдался, я думаю. Надеюсь, никого не задел, не обидел. Что вы думаете? Пишите в комментариях по поводу этого года. Что бы еще такого сказать? Да, в общем-то я не знаю, это все. Пора уже побахать ручкой. 23-го года он пролетел так быстро. Словно неделю назад я только новогодний конкурс картостроения завершил. А тут вот... Что ж... Пришло время, наверное, каких-то пожеланий в двадцать четвертом году. И, конечно же, моим подписчикам, моим зрителям, тем, кто занимается моддингом, картостроением, не знаю, разработкой ПО какого-нибудь приложений, неважно. В общем, хочется пожелать, наверное, силы, воли и терпения в ваших начинаниях в этом году. Чтобы вы довели все до конца, не забрасывали на полпути, как это любит делать Берге Мишка. Чтобы всякие горечные беды миновали вас. Да, вообще, не только вас всех. Но, к несчастью, это, увы, невозможно, наверное. В любом случае, счастье, вот, и сил продержаться этот год, дожить до следующего. А дальше еще до следующего. Итак, сколько получится. Да, по-моему, не очень получилось поуживание. Отдельно я хочу выразить благодарность Силендиусу за непосильную, просто непомерную помощь в этом году. Он мне помог с проведением конкурса, раз. Он поможет мне с конкурсом головоломок. Помимо этого, он частично привожу руку к некоторым релизам, например, к союзу существ, активно тестировал его. Возможно, могли бы в этом году еще какие-то интересные релизы нарисоваться. Но, скажем так, ввиду обстоятельств, которые сильно-сильно зависят от нас, это, в общем, не увидел свет. Я надеюсь, что когда-нибудь это увидит. И, возможно, не могу вообще, что это будет в 2024 году. Хотя хотелось бы сказать, что да, но, увы, я не знаю. В общем-то, спасибо тебе, чувак. Ты очень выручил. Ну, еще, конечно, предстоит много боли. Кринжа будешь в следующий конкурс наверняка. Так что сил тебе тоже и терпения. Ну, и я на самом деле не знаю, что еще такого сказать. На песенке меня больше как-то не фартит. Ничем таким я больше не вдохновляюсь. Раньше как-то сноровка была. Держался. И каждый год что-то кринжовое выдумал. Сейчас до такого меня не тянет. И мне даже это стыдно пересматривать. Ну, а время надо потянуть. Осталось там... Сколько осталось? Сколько вот осталось, а? Скажите, плиз. Еще четыре минуты. Как же медленно время идет, когда надо, чтобы оно побыстрее шло, а? Очень жаль. Но вот таковы реалии. Что ж, в принципе, все остальное я либо сказал в этом подкасте, а либо написал в своей телеге. Так что пока идет время. Небольшая рекламная очередная интеграция. Подпишитесь на мою телегу, ссылочка на которой есть описание к этому и ко всем другим видео. Там много вкусного, разного, интересного, сочного контентика. Ну, просто навалом. Примерно уже полторы тысячи постов там разного типа. Включая видео, конечно. Но видео это, ну, наверное, не основной контент. Хотя, выходит оно регулярно. В общем-то, там есть что почитать, на самом деле. Так что подписывайтесь, читайте. И плюс рабочее уведомление к тому же, в отличие от Ютуба. Ну, я и заметил, что в этом году потихоньку какой-то прирост пошел. Как только я более-менее стал форсировать и рекламировать свою телегу. Скоро нагоним 300 подписчиков. И не смеете писать про тракториста даже. Не смеете вот. Я знаю, что у вас подтянулась рука клавиатуре написать. Но нет, нет, нет и нет. Тут эта шутка неуместна абсолютно. Эх, что ж, предлагаю насладиться небесными красотами с моего великого балкода цитадели ледяной короны. Что ж, друзья, остается ровно одна минута до начала нового года. Ну, ладно, вру, уже меньше минуты определенно. И вот-вот должны запуститься небеса феймерки. Хотя, возможно, в этом году это станет исключением. Так, одинокие взрывы. Ничего особого. Так что, да, увы, праздничного настроения в этом плане я, наверное, не смогу вам подарить. К сожалению. Ну, что ж, уже должен наступить двадцать четвертый. Ну же, ну же, пока что еще нет. Все, двадцать четвертый год. Ура! Мы живы до сих пор. Двадцать четвертый год. Welcome to the club, buddy. Ну что ж, теперь можно официально последние пару видов этого ролика считать прошлогодние. Время прошлогодних шуток в комментариях, пожалуйста. Так, ну что, вроде что-то пошло, да? Немного запоздали, но тем не менее. Мне отсюда не очень удобно снимать, поэтому, сори, какой ракурс есть, такой есть. Снимают для вас пасушники, и тут особо, скажем так, не прибрались к моему приходу. Так что придется их вновь отправлять на рудники, работать. Ну, что поделаешь. Я же не могу как-то предсказать, чем они тут могут задебаться. Что ж, я надеюсь, что это один из последних годов, когда бы доходить Ибда здесь. И надеюсь, что вскоре этот вид заиграет другими красками. Надеюсь на это. У меня были некоторые ожидания этого года, но вот, увы, ожидания не оправдались. Ну что ж, не буду отвлекаться от Fireworks. Смотрите и наслаждайтесь. Ну что ж, возможно вы еще какие-то шутки. этих слов от меня ожидаете. Потому что, верну. Да, понимаю. Такой себе, как бы, сомнительно, но окей. Ну, я уже правда не знаю, что сказать. По-моему, все слова уже в этом подкасте, в конце они прям избыточны, скажем так. Ну, я правда не знаю, что еще сказать. Ну что ж, наверное, пришла пора прощаться. Благодарю вас за просмотр, если вы досмотрели до этой части. Удачи вам в следующем новом году. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы по какой-то абсолютно не ведомой мне причине забрели сюда и смотрите это. Вы не фанат моего канала. О, ты не знаете, что это такое. Срочно бегите пересматривать другие фейерверки, другие видео. Все 7000 видео это ваше ближайшее задание на этот год. Так что вперед. А если подписаны, то не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропускать видосы. Не забудьте про телегу бою как запастой вариант. На случай, если не работают уведомления или что-то случится с ютубом. Телега, я надеюсь, что будет работать стабильно и всегда. Еще увидимся в новых роликах в 24-м году. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok